Вы знаете, когда человек вырастает и потом говорит, ты кто? Когда человек говорит, философ, то все начинают смеяться. Это была очень страшная профессия. В прямом смысле казнь людей за инакомыслия? Безусловно, за свободную мысль. То есть вы просто пытали? Да. Запытали до смысла? Да, да, да. Искать причину расстрела, ну за что сейчас людей признают агентами и врагами народа объявляют? Я думаю, что главный скреп всех зет-отеологов это насилие, это преклонение, прославление насилия. Говорят, Ильин подразумевает Путин, говорят, Дугин подразумевает Путин. Ну а почему все равно должна быть вообще какая-то русская идея? Что такое Россия? Это какая-то особая реальность. Это часть Востока или часть Запада. Схема не может сломаться. В России играет эту же роль, и мы играем в эту же роль. Все повторяется с какой-то совершенно безумной точностью. Что же со всем этим делать? Куда же теперь идти? Другой глобус. Привет, друзья! У нас сегодня не совсем, скажем так, типичный для нашего канала контент, не совсем типичный разговор. Сегодня я встречаюсь с философом, философом Юлией Синекой. Мы находимся во Франции, в небольшом пригороде Парижа, который называется Монтени, рядом здесь, в 6 километрах Версаль. Чтобы объяснить вам, для чего нужен этот разговор, я признаюсь, что многие интервью я записываю для того, чтобы самой отрефлексировать какие-то важные ситуации. В этих разговорах я сама для себя пытаюсь понять, что происходит, что происходит с нами, как с людьми, каковы причины того, что произошло с нашим обществом, с Россией, и как мы рефлексируем происходящее здесь, в эмиграции, как нам находиться в согласии с нашей Родиной, с нашим комьюнити, нашими близкими, о чем нам говорить, как нам говорить. В общем, это такие сложные вопросы. И, в общем, разговор сегодня тоже не будет простым, просто потому что сам предмет, философия, он достаточно, с моей точки зрения, сложен для понимания. С одной стороны. С другой стороны, каждый из нас задает какие-то вечные вопросы себе и ищет на них ответы. Я надеюсь, что этот разговор будет полезен и для вас, чтобы отрефлексировать. Юлия, здравствуйте. Спасибо вам, что согласились принять. Очень приятно с вами познакомиться. И на агент, и на агенту глаз не выкли. А вы свежие, да? Ну, как свежие? Я 16 февраля. Ну, да. Уже, по-моему, там пара судьи прибавилась. О, слушайте, какая дата-то. Дата 16 февраля. Да, они выбрали хорошую дату, день смерти на войну. Да, и отвлекли ее. Внимание. Да, отвлекли. Это, кстати, прием. Нет, я думаю, это еще с намеком он сделал. Я, когда читал вашу биографию, я задумалась, что могло побудить 17-летнюю девушку заняться изучением философии. То есть, вот что драйвит человека поступить на такой сложный факультет? Это же, наверное, личный все-таки выбор. То есть, вряд ли родители могли там сказать, знаешь, дорогая, не стать ли тебе философом? Ну, вы знаете, когда человек учится на философском факультете, это звучит прекрасно. Студент философского факультета. Ну, когда человек вырастает и потом говорит, ты кто? Человек говорит, философ, то все начинают смеяться. Ну, в общем, есть и такое отношение. Действительно, для меня это было нечто неизвестное, полное терра инкогнито, и мне хотелось именно заниматься тем, что я не знаю. Потому что сначала я думала, что пойду на исторический факультет. Я закончила школу в 87-м году, в 86-м. Было потрясающее время, когда архивы открывались, когда можно было узнать то, что раньше было запрещено. И я была уверена, что лучшее, что человек может сделать, это стать историком и заняться тем, что важно и мне было доступно. И поэтому я размышляла. С одной стороны, я хотела делать документальное кино и поступать во ВГИК. С другой стороны, я думала, что если нет, то сначала закончить исторический факультет, а потом делать документальные фильмы уже с какой-то такой вот основой академической. И я поступала во ВГИК в мастерскую Лисаковича. Но это было телевидение. В этом году не было набора на документальное кино. Был набор на телевидение. Туда не взяли, сказали, что я слишком молода. Средний возраст поступающих был 27 лет. Я прошла все туры творческие. Мне не поставили два балла. Но, тем не менее, не допустили к общеобразовательному, который я бы, естественно, точно сдала. Последняя беседа была не очень приятная. Они мне стали говорить, ну вот, представляете, вы придете на съемки, как вы со взрослыми людьми, оператором, вы звукооператором будете разговаривать. Но у меня было там 16-17 лет. Это дискриминация? Тогда никто об этом не говорил. Но мне было ужасно обидно. И просто вот со страшной силой. То есть если бы мне какие-то претензии предъявили человеческие, я бы могла как-то ответить. Но когда с тобой начинают так разговаривать, то ну о чем тут можно дальше вести речь? И мне дали тогда ценный совет, Лисакович, что вам надо поехать на север, года четыре поработать, набраться жизненного опыта и потом вернуться. Очень советский комментарий. На север. На север, да, на север, на четыре года. Но потом он мне сказал, когда я, в общем, психанула на это все, он мне сказал, что вы можете приходить в мою мастерскую, если кто-то уйдет в армию, то я вас возьму. И я целый год ходила в Афгик, и это было очень интересно, потому что группа была прекрасная, и делала все с ними, то, что делали они. К этому времени я уже поняла, что Афгик никуда не уйдет, я и так там, а вот поступить на философский факультет, это очень интересно. И я не пошла в Афгик, а решила все-таки остановиться на философском факультете. Но это было достаточно такое вот решение спонтанное. Не разочаровал вас философский факультет? Нет, очаровал абсолютно, и я уже понимала, что это самое лучшее место на Земле. Потому что это был, наверное, один из первых годов, когда люди поступали сами. Ну, наверное, кто-то поспал по блату, но было огромное количество талантливых людей. Я просто была поражена, какие гениальные люди рядом со мной. И к пятому курсу эта уверенность, собственно, идеальность у всех как-то поугасла. До первого, до второго курса были одни гении, кто-то потрясающе играл на органе, кто-то знал все на свете по поводу, я не знаю, какой-то немецкой традиции идеализма, французского бессенциализма, русского идеализма. Мне казалось, что... Да, я себя чувствовала ужасно, потому что все уже читали приличные книги, не только было и дума. Я, собственно говоря, имела представление весьма далекое. Еще мне казалось, что я совершенно выпадаю из этой тусовки. И это было очень тяжело. То есть самый сложный год в моей жизни был первый курс, когда я просто не вылезала из библиотеки. В какой-то момент, расскажите, в какой вы выбрали свои центральные темы, как я понимаю, Ницше. Что вас триггернуло? Все-таки не Ницше, а рецепцию Ницше. Я никогда не писала о Ницше как таковом. Я писала о Ницше в связи с его прочтением в России. Этого не могло не случиться, потому что я вот на философском студете на втором курсе уже надо было как-то определяться. И я решила специализироваться по кафедре истории русской философии. Тогда это еще называлось «История народов СССР». «История философии народов СССР», но подразумевалась «Русская философия». Потому что открылись архивы. Потому что это было очень интересно. Потому что я изначально думала стать историком. И для меня это было совершенно счастливое время, когда я сидела на пятом этаже Ленинской библиотеки. Там было такое хорошее окно с видом на крыше. Это было совершенно чудесно. И можно было читать все что угодно. Я читала мемуары, я читала тексты, я читала переписки. Это было полное счастье. Читая о Серебряном веке, поскольку русский идеализм был запрещен, и всегда казалось, что там что-то необыкновенное, важное. И это было прервано тоже на взлете. И это должно было иметь свое продолжение. И хотелось продолжения. И люди были потрясающими. И время было потрясающим, потому что это было такое гениальное время, когда люди в повседневной жизни жили в высокой культуре. Это бывает очень редко. Это меня завораживало. И я пыталась понять, как это возможно. Люди в повседневной жизни жили в высокой культуре. Да, то есть высокими смыслами и обсуждались проблемы, классические, литературные, философские проблемы. И жили, и в жизни это было важно. И люди строили свою жизнь по этим схемам. И пытались эти смыслы исторические воплотить в своем существовании. Там башня Вячеслава Иванова, или журфикса Бердяева, или журфикса Розанова. И вся вот эта вот среда, которая искала общение. То есть главное, это была такая вот коммуникация, интерес друг к другу. Когда люди, собираясь представители церкви, представители там земства, и интеллигенции, и поэты, и философы, было о чем вместе говорить, о чем спорить. И разыгрывались какие-то мистерии, и в жизни ставились эксперименты. Это было потрясающее совершенно время. Во-первых, оно очень отличалось от советского времени. И казалось, что это настоящая жизнь. Эта жизнь была как бы вот сломана. Трагизм судеб. То есть резко прервано историческими обстоятельствами, как какой-то молок. Да, да. И как эти обстоятельства стали возможны, когда все казалось очень неплохо. И что случилось с каждым из этих людей потом? Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то умер. Вот это все было очень интересно мне. И я поняла, что без них что-то не обойтись. Рубеж 19-го и 20-го веков. Каждый из них читал Ницше, каждый из них писал что-то о Ницше, каждый из них был под впечатлением Ницше. И не только великие мыслители первого и второго эшелона, но даже какие-то девушки в своих дневниках для гостей. Можно сказать, институтки. Ницше стихи. Ну, в общем, это всегда было совершенно потрясающе. И я поняла, что понять Россию без Ницше невозможно, что это такой индикатор времени. Все ницшанские смыслы они либо раскрепощали, либо устремляли, либо поворачивали разные-разные какие-то сообщества людей и очень влияли на личную жизнь. И потом революция тоже была замешана на Ницше. То есть все народные гуляния строились на таких мистериях и греческих, и вот с ницшанскими интерпретацией. в общем, и это всегда был какой-то выход в свободный мир, не из-за что для России. И мне стало жутко интересно, как-то так это все туда и ушло. Наш курс вообще очень забавный. Большая часть ушла из философии в принципе, потому что мы заканчивали в 92-м году, 92-й, 93-й, 94-й, очень тяжелое время, и чтобы выжить надо было заниматься чем-то другим. Поэтому многие ушли вообще. Кто-то ушел на юридический факультет, а большинство стало заниматься бизнесом. Я собиралась вас об этом спросить. Вы остались в науке в самое трудное время, которое, наверное, существовало для российско-советской науки, если не сравнивать с временами гражданской войны. Почему? Ну, потому что это было мое, это мне нравилось, это был мой образ жизни, это были мои друзья, ну, все, вся моя жизнь была там. Как вы выживали? Ну, благодаря своим родителям. Мой папа инженер, мама монтажер документального кино, но как-то мы выживали, это было непросто, но это стоило того, а потом, в общем, моей семье придет очень поддерживать друг друга, и если для кого-то что-то важно, то все остальное жертвуется для того, чтобы человек себя ощущал собой. Я очень благодарна моим родителям, конечно, что это стало возможно. А что происходило в самой науке в это время? То есть, вот что вы видели изнутри? Потому что 92-95 год я заканчивала школу, только поступала в институт, и это было, ну, то есть, все это вообще состоялось только благодаря родителям, естественно, потому что, ну, я помню, что все обваливалось, все превращалось в какой-то хаос. Совершенно точно, но именно то, что я оказалась в МГУ, на философском факультете, это был такой, ну, я бы не сказала оазис, тоже были всякие анекдотические вещи, но, во-первых, главное, что держало, это сообщество моих однокурсников. То есть, это были люди абсолютно прекрасные в том смысле, что все жили в своей профессии. Очень-очень тесная компания, человек, наверное, 10-15, мы утром уходили на занятия, потом переезжали в фундаментальную библиотеку, там, где журфак, или сидели на Ленинских горах в этой вот стеклянной библиотеке до самого позднего вечера в 10 все это закрывалось, мы вместе ходили чего-то есть и разговаривали бесконечно, это было абсолютное счастье. Не знаю, ничего лучше этих разговоров, и кто-то находил какую-то книжку, мы все ее читали по очереди, это было совершенно потрясающе. И еще, что произошло, практически все сообщество занималось историей философии, вообще история в те годы была то, что входило в повседневность и оживало, все занимались историей, кто-то стал заниматься историей западной философии, это было важно, потому что надо было переводить книги, надо было как-то классифицировать весь поток, который хлынул в Россию, потому что не было абсолютно, были какие-то критики буржуазной философии, но все это было свалено в одну кучу, и разобраться в этих течениях, разобраться в фигурах первого эшелона, второго эшелона, как-то все это скомпоновать и связать с нашими днями, это было очень важно. То есть часть ушла именно вот в переводы, в изучение современной философии западной, того, что сейчас происходит, или же в восстановление классических парадигм, которые тоже знали очень приблизительно. Подождите, а между 20-м, грубо говоря, и 90-м годом Советский Союз не обменивался как бы научно с внешним миром? Ну, обменивался, но это были либо всякие коммунистические такие обмены, вот есть ли делегации и на запад, и на восток, в Северную Корею, и во Францию. Связи, конечно, были, они были, очень сложно было поехать, кому-то отказывали в поездках, но все-таки они существовали. Конечно, в 20-е годы все это дело прикрылось, до этого российская философия вполне была на уровне европейской и отставала, ну, может быть, лет на 10-15, а дальше уже стали происходить очень грустные вещи. 30-е, 40-е годы это ужасный этап, когда философия была очень опасной профессией, то есть философы попадали в тюрьму. За что? За возможность критической мысли, за умение критической мысли. Ну, например, в Институте философии могу сказать, что есть один специалист по этому времени, Сергей Николаевич Корсаков, публиковавший огромное количество биографических материалов у философов, репрессированных в 30-е и 40-е годы. И, например, он рассказывал жуткую историю, когда официальный приговор был вынесен за неправильную интерпретацию Спиноза. И человек доказывал, что у него марксистская интерпретация, а следователь даже не знал, как пишется слово «спиноза». Но, тем не менее, вот... Но смертный приговор. Смертный приговор. Причем это не просто смертный приговор, когда он читал заключение о смерти. Там было сказано, что в желудке у этого человека нашли там около 200 грамм воды и спекшись нечто сердце серого цвета. То есть я не знаю, что делали с этим человеком, а вы обменяли его в неправильном толковании спиноза. Все просто пытали. Да. Запытали до смерти. Да, да, да. И это не единичный случай. И люди были в лагерях, и возвращались. Это была очень страшная профессия. И теперь на Новодевичьем кладбище могилы тех, кто убивал, и тех, кто был убит, соседствуют. Потому что те, кто убивал, они как бы там исторически оказались, как почетные граждане. Кто-то неизвестен, а кто-то представлял из себя величину в философском мире. И все-таки потом как-то был либо реабилитирован, либо, да. Почему такая ненависть у советского режима была к философам? Ну, потому что советский режим очень с большим почтением относился к философии. Между прочим, философия преподавалась во всех вузах в советское время в виде идеологии марксистской. Это был марксизм. Называлась это философия. И, в принципе, всячески культивировалась, потому что нужна была поддержка легитимности правительства. То есть нужна была как бы идея оправдывающая происходящее. Конечно. То же самое, что и сейчас происходит. Трудно представить себе, в чем состоит, состояла в тот момент как бы функция, миссия философов. И почему такую ненависть это вызывало у тогдашнего режима? Потому что философы чувствовали себя достаточно независимыми. Они понимали происходящее, может быть, яснее, глубже, нежели другие люди. И немножко цинично, немножко, может быть, идя на рожон, говорили об этом власть имущим, насколько они могли это делать. И поймать было очень сложно, потому что всегда можно сказать что-то, ссылаясь на какие-то неизвестные широкой публике имена. но кто мог сопротивляться этой власти на таком уровне доказательном. На уровне ума, как бы получается. Да, да, да. И, естественно, в общем, книги читали, даже книги, которые хранились в спецхранах, на языках они существовали в открытом доступе в библиотеках. И большинство было в те годы неплохо образовано, потому что получали образование еще до революции. Поколение 20-х годов потрясающе талантливое, поколение 30-х больше как бы истреблено, и люди меньше успели сделать, потому что средний возраст философа, наверное, был лет 40. А вот 50-е годы это абсолютно практически равнино, только несколько имен можно назвать, как-то поддерживающих традицию, но истреблялось целиком и полностью. Собственно говоря, не только в Москве, в Петербурге провинциальные философы существовали, и они пытались как-то поддерживать связь с мировыми центрами философскими. Ну, одно то, что человек ездил за границу или что-либо переводил, было уже основанием для того, чтобы с ним расправиться. То есть нужно было такой вульгарный материализм, диалектический, исторический материализм, вот проповедовать. Если человек отклонялся и ссылался на кого-то еще или как-то пытался в канву вплести мировую что-то из такого вот кондова советского идеологического, то это считалось крамолой. Это было опасно. И надо сказать, что есть люди, которые более-менее выжили, непонятно как. Например, академик Деборин, который не запятнан особо в каких-то доносах. Он как-то сохранил свою карьеру и все-таки занимался более-менее философией. были люди уничтожены на взлете. Ну, в общем, я могу вам показать, если хотите. Мы с академиком Смирном выпустили две книжки. Эта серия должна быть достаточно большой. Философия во множественном числе следующие книжки уже не вышли, потому что все изменилось. И вот сейчас в России опять изменилось. Сейчас опять изменилось. Идея была представить философа советского времени начиная с 20-х годов и до наших дней. Оригинальные концепции, которые разработаны были в России. Оригинальные вот в мировом масштабе. Вот здесь на задней стороне обложки вы можете видеть имена и названия этих концепций. Ну, идет от наших современников к более ранним. И практически ну, можно как бы обсудить каждое имя здесь. Если мы пойдем в Шпет. Шпет – это основатель, собственно говоря, института философии. Первый институт научной философии он создал в 21-м году, вот собравший лучшие силы философские. Ну, вы знаете, что Шпет был расстрелян, трагическая совершенно судьба. Это человек, в общем, величина мирового уровня в философии. За что он был расстрелян? Был он расстрелян, ну, за то, что... Я не знаю, что было написано в приговоре, но сложно сказать за что. Ну, человек занимался спокойно, он поддерживал, он ездил раньше за рубеж, у него были коллеги, с которыми он поддерживал отношения. Он сделал лучше перевод Гегеля, например, во время уже практически в тюрьме доделал. Писал вещи о мышлении. Ну, это все вызывало раздражение. Ну, шпион это вызывало раздражение, что, в общем, человек живет своей автономной жизнью, что он понимает происходящее. В голове. Да, да, да. И то, что он пользуется авторитетом, за ним идут люди. Искать причину расстрела, ну, за что сейчас людей признают агентами и врагами народа объявляют? Это смешно. Больший вопрос, мы к этому вернемся. Да, вернемся, но, собственно говоря, официальная причина, названная, она не настолько... Ну, то есть, за инакомыслие. За инакомыслие, То есть, это в прямом смысле казнь людей за инакомыслие. Безусловно, безусловно. Вообще, за свободную мысль. Не обязательно даже уж принципиально инаковую. Очень многие, ну, не в случае Шпета, а очень многие пытались доказать, что они как раз и абсолютные марксисты классические, и они именно и занимаются материалистической философией. Но власть им не верила, потому что они были слишком... Ну, как бы слишком войны в своих трактовках и интерпретациях. В смысле, что они слишком хорошо думали. Да, да, да. То есть, они могли думать, высказывать свои мысли. Это было очень опасно. Не чужие, как бы, вот мысли озвучивать и максимально примитивизировать, а могли мыслить сложно. Это уже было подозрительно. Вы не задумывались, почему эта способность мыслить сложно, я так понимаю, является определяющей чертой вашей профессии, почему это вызывало такой страх и гнев власти. Эти люди видели, видели реальность не ту сказочную, мифическую, которая насаждалась и преподносилась всем в качестве того, что нужно было видеть, а люди понимали, откуда, в чем истоки происходящего, чем это происходящее, к чему это приведет. Люди понимали, как устроена человеческая мораль и как устроено право и что такое добро и зло, и что такое смерть, и что такое смысл жизни, и знали разные варианты ответов на эти вопросы. И эти варианты противоречили тем ответам, которые давала советская пропаганда. Единственное, которые давала пропаганда, да, естественно, противоречили. И люди просто за это лишались жизни. Да. Смотрите-ка, сейчас я вам еще одну покажу. Вот некоторое время назад, собственно говоря, накануне войны вышла книжка, которая называется «Философские поколения». Это большой том, мной сделанный. Идея заключалась в том, что посмотреть на историю философии не через философские школы или фигуры, а через поколения философские. Поколения не в социологическом смысле, то есть люди прожили вместе лет 15, сменилось восприятие социальной реальность, а изменение парадигм философских. Поскольку эту книжку я делала к столетию института философии, которая в 2021 году праздновалась, делалась здесь заранее, то здесь представлены поколения тех, кто действовал на философской сцене к 21-му году, начиная с 50-ников, это буквально единица, и вот кончая тем, кому сейчас 30 лет. Здесь есть первые две статьи, написанные Сергеем Николаевичем Корсаковым о людях 20-х и 30-х годов. Идея была, чтобы писали от первого лица и о себе, и о своем времени, и о своем поколении. Но почему я попросила Корсакова написать эти две статьи, будучи очень знающим и тонко чувствующим в то время специалистом, он это сделал, опираясь на дневники и на заключение судов, на приговоры, на воспоминания современников. То есть он не отдает оценку свою собственную, а он дает выговорить с этим людям. У кого-то мемуары остались. То есть как бы дает им голос. Голос, да. Это очень страшная книга, совершенно потрясающая. И весь цвет философии, уничтоженной в раннее сталинское время, здесь представлен. Здесь еще есть портреты людей, которых уже нету. И портреты чаще всего тюремные. Это Лупол, Сережников, Деборин остался в живых и умер позже. Гессен, Ланштейн. Ну, в общем, страшная книга. Стэн, Зись, тоже выжившие. Ну, вот Ваэталовская, Танхилевич. Танхилевич была совершенно необыкновенным философом. Это дама, которая занималась лебницей. И она не умерла в тюрьме, она была несколько раз, трижды арестована, потеряла разум, сошла с ума от того, что происходило. Ее выпускали, она возвращалась к работе и потом не могла просто справиться с тем, что происходило. И, ну, страшные, страшные годы. Очень, тяжелое чтение, но достойное. И вот 20-е годы это самое талантливое время, самое большое у людей было уничтожено. 30-е годы уже мало кто остался. И в основном эти люди мыслили себя не как оппозиция власти, а как философы советские. Но даже это не то, что лояльно. То есть, ну, не то, чтобы лояльно, но они искренне хотели выстроить марксистскую философию. Искренне пытались сделать советскую версию марксизма и верили в это. Но это их не спасло от заблуждений в идеологическом плане с точки зрения тех, кто решал кому жить и кому не жить. Но, конечно, в этой книге есть и люди оставшиеся в живых. Вот, например, Захар Абрамович Каменский, историк русской философии, он был на фронте, потом он был репрессирован из-за борьбы с космополитизмом, и я его застала, когда я работала в институте философии, он писал о русской философии 18 века, прекрасные книги. В общем, такая трагическая судьба. Какое-то время ему не давали заниматься философией, он работал в школе, преподавал спорт, потому что у него был, он был мастером спорта по фигурному катанию. Ну, вот так выживал, а потом вернулся и, в общем, один из самых ярких и блестящих философов. А когда вы шли заниматься дальше, ну, я поняла, что в институт вы пошли, ну, как бы, ну, так получилось, но когда вы дальше пошли заниматься философией, вы знали, что в России за это вообще могут наказывать? Когда мы учились в университете, об этом речь не шла. Единственное, что у нас был одно время деканом Косичев, который был связан с системой ГУЛАГа, но мы об этом тоже не знали. Узнали мы, он был один из, так сказать, управленцев этой системы, узнали мы об этом уже после, когда он был заменен на другого декана. В смысле, то есть, как бы, те, кто наказывали, управляли теми, собственно, кто думал. Да, да, да. Так же, как и на кладбище все оказались вместе, так же и продолжали работать. И я, конечно, не занималась изучением дел преподавателей философского факультета, но этим занимался Корсаков. Там тоже много расследований, например, вся история русской философии, написанная в годы войны, а, как известно, Сталин обратился не только к церкви, чтобы поддержать армию, но и к философии. Он хотел, чтобы патриотическая история русской философии была написана, и во время войны как раз она писалась. Но писалась она теми людьми, кто был потом расстрелян, а печаталась под именами тех, кто на них писал доносы. И, в принципе, как и во всех других областях... То есть они были как литературные негры, что ли, используясь? Просто их отправили в тюрьму, а черновики не опубликованные, да, опубликовали другие люди под другими именами. церковные негры... Знаете, у меня, может быть, это ложное наверняка впечатление, но оно такое сложилось. От знакомства с русскими философами складывается впечатление, что они всегда про особость России очень вообще зациклены на себе. Очень много думают о том, русский человек особенный, не особенный, что он несет, он чего-то все время должен нести. Все обсуждение строится вокруг вот этого вот себя самого, в то время как мировая философия обсуждает вопросы вообще человечества. Это так? Ну, а каких философов вы имеете в виду? И Соловьева, которого вы назвали, и, ну, если взять того же Ильина, или взять того же, я не знаю, того же Зиновьева. Я бы так не сказала. Все-таки Владимир Соловьев нет. Я тут не соглашусь ни о какой особости. Да, есть у него статья о русской идее, написанной впервые по-французски, прочитанной в Париже. В чем заключалась русская идея? Что я могу сейчас, конечно, ошибиться, но мысль такая, что Россия – это не то, что человек думает русский о себе в истории, а то, что Бог думает о нем в вечности. Да, это действительно такой миссионизм, но, в общем, миссионизм, повернутый в сторону общечеловеческого и общеевропейского. Я бы сказала, даже для Соловьева, на мой взгляд, Европа всегда представляла собой вот именно «Единое Содружество». Это цивилизация, покоящаяся на античных греческих основаниях, сплачиваемая именно вот античностью европейской. Поэтому Соловьев, да, говорил об этом. Но миссия Европы тоже, ее можно рассматривать отдельно по нему, но это тоже миссия, в общем, достойная. Он говорил, что есть западный мир, это мир безбожного человека, есть восточный мир, это мир бесчеловечного Бога, есть Россия, которая эти миры соединяет и воплощает в себе. То есть у него были какие-то надежды. И надежды неплохие, но любой миссионизм, как мы видим, приводит к тому, что можно взять вот эту идею, что Россия инакова, и она объединяет и синтезирует, но потом туда начинку разного напихать. А почему инаковая-то? Ну, почему она инаковая? Ну, в силу своего, во-первых, географического положения, она скрепляет Европу и Азию соединяет. В силу религиозного, все-таки православие, это достаточно такая ветвь автономная в христианстве. Кириллица тоже другая. Другое. Поскольку страна большая, и как-то надо было существовать, много национальная, много конфессиональная. Вот эта идея и соборность знаменитая, тоже, в общем, мессианское объединение, общинность такая, когда разные-разные люди, разные силы, разные взгляды могут существовать в гармоническом, симфоническом единстве. Идея-то тоже не так уж и плоха. Она вполне себе не националистическая, она интернациональная, она открывает двери всем и вся. Как оболочка, как парадигма, это прекрасно, но любое вот уже конкретизирование ведет к тому, что... То есть эта идея в некотором роде сейчас оправдывает идею империи, потому что в империи все существуют, так сказать, вместе и на равных правах. Вот это симфонизм, это соборность. Но это все не так, мы знаем. То есть за красивым каркасом реальность совсем не та. Но идея-то философская, прекрасная, она интернациональная, это идея, идея содружества, соборности. Единственное, что в ней плохо, она покоится на православии, так сказать. Почему это плохо? Ну, это плохо, потому что это уже особость. А как мы будем с мусульманами себя вести, или с католиками, с иудеями, и буддистами, вроде бы они все остаются по ту сторону этой соборности. Но если ее расширить, и сделать много конфессиональной, то, что, собственно говоря, пытались сделать евразийцы, которых тоже сейчас во всех кряхах обвиняют, но их-то идея была именно интеграция всего вместе. Все это красиво, все это красиво и достойно. Так же, как и социалистическая идея, коммунистическая, она тоже прекрасна. Правда ведь? Что от каждого по способностям, каждого по потребностям это коммунистическая идея. Тоже ведь она хороша, но дальше реальность, к сожалению, ей противоречит. То есть тут надо учитывать не только красоту схем и абстракции, но и уже какие-то психологические... Будущее наполнение. Да, да. Все человек, кто не так совершенен, и вовсе не венец творения. Если человек с венец творения, то все это работает, и все это красиво. Но на самом деле, что мы видим, что человек совсем даже зверь такой не самый достойный. И вот делает как может. Ну, а почему все равно должна быть вообще какая-то русская идея? Ну вот, а есть какая-то чешская идея? Есть какая-то испанская идея? Ну, есть американская мечта. Есть американская мечта. Есть американская мечта. Ну, была нацистская, что Германия превыше всего. Есть французская мечта о свободе, равенстве и братстве. На разных этапах какие-то все-таки нации, государства свои сформулировали довольно-таки кратко и емко идеи. Но для России эта идея, она не сформулирована. То есть она все время как-то, ну, это какая-то искусственная попытка подтянуть что-то? Ну, почему искусственная? Я не знаю. Я не знаю, почему. Я думаю, что все-таки вот тот миссионизм, который заложен в России, в ее просторах, которые всех завораживают, в ее... Да, наверное, это религиозная инаковость, это языковая инаковость, это географическая инаковость. Ну, и традиция, в общем, достаточно давняя поэтизировать и выделять себя. Но все это печально, все это ведет к тому, что как бы с одной стороны вроде бы Россия особенная, с другой стороны оказывается, что это особенно всегда оборачивается против нее. Большие проблемы оборачиваются. Да. Тоже это, наверное, культ такой вот, что мы другие, может быть, мы не лучше, но мы другие. Но принять себя частью человечества, наверное, самое тяжелое. И постоянно идет еще в России желание оказаться на вершине этой иерархии, в любом смысле, в смысле интеллектуальном, в смысле физической красоты, напевности языка, величия чего угодно. Это, с одной стороны, может быть, дает какой-то толчок к развитию разных искусств, но все это чревато тем, что человек начинает относиться к другим, не так, как... Начинает думать о себе слишком много и относиться к другим. Ну да, и история все время ставит человека на место и показывает, что это не так. И он опять вот не хочет верить и думает, что где-то он ошибся, а в следующий раз он все-таки докажет, что он такой. Причем ведь попадая за рубеж, и вживаясь, адаптируясь к жизни в других странах, русские люди вполне себе становятся достойными продолжателями этих культур, и традиции никак себя не ущербно, не особо выдающееся не чувствует. Поэтому я не знаю, это, наверное, тоже от какого-то комплекса идет вот это вот желание оказаться на вершине этой иерархии. Я думаю, что спасение здесь в том, чтобы строить разные иерархии и оказываться на вершине разных иерархий, а не все время пытаться все в одну, собрать и усесть сверху. В смысле довольствоваться, как бы сказать, статусом региональной державы? Нет, я не говорю... Георгизирую. Нет, просто ведь не обязательно вот эта вот идея вертикали. Я понимаю, что она необходима для управления большой страной, но ведь почему еще даже большевики вначале говорили о местном самоуправлении и о том, что конфедерация, федерация – это хорошо. То есть разные области, они могут вполне выстроить свою властную структуру, разрабатывать свои местные какие-то вещи и решать для себя. Совершенно не надо, чтобы все было сконцентрировано в одном месте. И если бы вот это местное самоуправление развивалось, но почему-то это всегда не срабатывает. Это и большевики сначала хотели, это хотели и в 90-е годы депутаты. Мне кажется, это единственное спасение, которое действительно, когда люди концентрируются на мелких делах, вот эта вот веберовская идея мелких последовательных дел, тогда они заняты, тогда ситуация улучшается. Не хотите все время глобально что-то изменить для всех, а в этом сообществе, когда люди лучше друг друга понимают, приспособятся, наладятся, может быть, в другом месте с какой-то другой спецификой этот рецепт не пригодится. Там будут свои рецепты, люди могут конкурировать разные рецепты. А когда один рецепт навязывается такому огромному разнообразию, то, конечно, это не работает. Самому на человеку один рецепт на всех не придумают. Вы говорите о низовой демократии по европейскому такому типу. То есть попробуйте как бы применить модель европейских маленьких городов. Но она почему-то снова и снова возвращается к... Но это не только европейская модель. Мы знаем знаменитые примеры Новгородского и Псковского, республик, и были же успешные, успешный опыт. Я думаю, что это тоже какая-то воспитываемая гигантомания, что как бы что я там буду региональным, то есть каким-то второсортным. Вот это вот депутатишкой. Спись, да. Что это вот где-то местное, это вот провинция. Ну, я не знаю, тоже мессионизм, наверное, что надо обязательно быть в центре и тогда вот руководить... Потому что перемены в России происходят только из центра. Ну, так потому что вот мы имеем то, что имеем. Постоянно это колесо крутится и опять возвращается. И все играют те же роли. Мы же тоже сейчас играем роли других волн эмиграции. Тоже по тем же правилам никто не выбивается из этой схемы. Схема не может сломаться. В России играет эту же роль и мы играем в эту же роль. И как остановить это вращение, я не знаю. Это меня, собственно говоря, очень расстраивает, потому что прокручивается прошлое и все с радостью восстанавливают, пишут новые вехи, новые какие-то сообщества организовывают, правительство в изгнании, не знаю что. И понятно, чем все кончится и что это уже было. Зачем идти путем известным и главное, что понятно, чем это дальше кончится тоже. Чем? Ну, опять новая революция. Может попробовать другой путь какой-то вот таких мелких, создавания мелких отдельных иерархий. А почему вы думаете, что это непременно кончится революцией? Может оно и будет просто так жить само по себе? В некотором роде революция сейчас уже случилась. То, что произошло в феврале 22-го года, на мой взгляд, это определенная степень революции. Пояснять. Власть не то чтобы поменялась, но ее представление себя и представление страны, идентичность страны очевидно поменялась. Ну, мы просто предполагаем обычно, что революция это что-то от консерватизма к прогрессизму какому-то, а здесь наоборот. Ну, почему? Может быть, наоборот. Так же, как развитие, может быть, дегресса и тоже в некотором роде отрицательное развитие. Отрицательный рост, знаете, такой рост. Ну да, ведь маразм-то тоже развивается, он же прогрессирует. Но здесь, безусловно, просто тоже видно разные этапы, предположим, восприятие себя. В каком году Путин стал говорить о русском мире? Это был, по-моему, шестой год, да? То есть, русский мир воспринимался как русские, живущие по обе стороны границы России, русское сообщество прекрасное, как культурная идея, объединение. Прекрасное же сама по себе, правда, почему нет? Есть Гёте-институт, есть Институт Сервантерса, Институт Пушкина. Мы все сейчас будем пропагандировать, объединяться и становиться частью мира. Всё было прекрасно. Потом уже наполнение этой формулы стало другое. И пришло к тому, что теперь от полной изоляционизм проповедуется. По-моему, тут очень просто поэтапно прослеживается смена абсолютной парадигмы. Слова остаются те же, а суть меняется. Даже если мы посмотрим на любимого всей Медугина. Он ведь раньше искал связи с европейскими консерваторами и пытался как раз Россию сделать консервативной страной в содружестве с немецкими, французскими и другими консерваторами. А теперь он говорит о том, что всё, надо закрыть границы, носить сарафаны и приселяться в деревню. Позвольте, тогда я задам один из своих стыдных вопросов. Современная философия, она зачем? 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 Она всегда существовала. Затем, что людям надо мыслить и людям надо знать, что такое добро и что такое зло, как отличить какое-то моральное действие от неморального, как выжить в одиночестве, как принимать смерть, как разговаривать, пользуясь законами логики, как оценивать разные политические теории, знать их, как меняются эстетические идеалы и принципы, по каким законам развивалось искусство до сегодняшнего времени. Просто это история мысли, история ценностей, как они сменяются. То есть все в институте философии на сегодняшний день существует 23 сектора, если я не ошибаюсь, то есть направление работы. Это вот кукушка наша. Там есть социальная эпистемология, есть философия науки, есть несколько секторов по истории западной, русской, восточных философий, философии исландского мира, этика, эстетика, антропология, философский сектор диалоги, социальной философии, политической философии, то есть все современные направления мысли, биоэтика очень важное направление сегодня. То есть все, что связано с медициной, биополитикой, вот эти вещи там рассматривают. На часть этих вопросов отвечает, или должна отвечать религия, на часть этих вопросов должна отвечать психология, на часть этих вопросов должна отвечать наука. То есть это как бы такое Этическое ведомство, что ли? Нет-нет, это прежде всего методология для наук То есть ориентир и методология для наук Зачем нужна физика? То есть физики решают, так сказать, свои конкретные задачи Но зачем в принципе нужна физика? Зачем эти задачи решать? Чтобы описать мир Чтобы описать мир, хорошо Но ведь мир описывается не только в физических законах Есть еще и законы элисенциальные, моральные существования мира И эстетическое развитие мира Вопрос, извините, вопрос Ну, во-первых, ведь правильно я понимаю, что физика и философия Они очень долго шли как бы не то, что рука об руку А просто были одной некой наукой Ну, раньше да Аристотель измышлял о том, как устроен мир во всех сферах Не отделяя материальное от нематериального Да, но потом все науки откалывались И последняя была психология, которая в 2-й половине 19 века отпала от философии Но философия до сих пор сохраняет связь и дает конечную цель и смысл Конкретным исследованием и оценивает мышление Как мы мыслим, почему мы видим мир так, а не иначе Каковы законы функционирования языка Смыслы, как формируются Как формируются теории В общем, этим всем занимается, конечно, философия И помогает человеку понять себя Кто он такой, зачем он пришел в мир То есть нет однозначного ответа Но ища себя, каждый может понять, что думали люди раньше по этому поводу И какие концепции предлагаются теперь Нельзя ли сказать, что в какой-то момент философия мешала развитию науки? Философия или, может быть, религиозный аспект философии? Ну, а философия и религия – это вещи совершенно разные Ну, какая-то любая репрессивная система Которая выдает одно решение на нетерпящие вариантов Всегда чему-то мешает Философия никогда не говорит, что истина – это то или это То есть философия не стремится определить одну истину? Никогда, никогда Потому что все зависит от выбранной точки От счета, от перспективы, от цели, от контекста, в который эта задача ставится От того, кто ее ставит, какой результат хочет найти Философия всегда создает условия для чего-либо И дает методологию иногда Иногда Нет, ну, да, иногда Я не думаю, нет Потом, ведь философия не диктует Это и не идеология с одной стороны, и не религия с другой Это как раз попытка уйти от однозначных суждений обо всем И увидеть оборотную сторону всего Оборотную сторону? Ну, да, ведь даже у самого, я не знаю, очевидного добра Есть последствия, которые могут оказаться злом Вот, о чем вы сейчас говорили То есть философия А вы можете привести пример? Предположим, какие-то этические вещи Казалось бы, что убийство всегда зло, да? Но и в Таназии Да, ну, пример, и в Таназии Большая проблема и огромное количество Ну, в общем, в России сейчас к этому относятся очень негативно И даже люди, написавшие книги об Таназии Сейчас подвергаются травле крайне правыми всякими СМИ Но потому что рассматривается как ужасное зло Во Франции тоже Таназия не принята Есть аргументы за и против И биоэтика как раз дает эти аргументы для того, чтобы оценить Я не знаю, я теоретически всегда думала в применении к себе Что, в общем, наверное, это не так плохо, а Таназия Но когда умирал мой муж и заговорил об Таназии Для меня это было диким ударом Я думала, что если можно как-то облегчить боль То, в общем, это большое счастье, когда можно что-то сделать Для человека, которого ты любишь и который жив Потому что когда человека нет, то сделать уже ничего нельзя То есть как бы ни была тяжела болезнь Но ты можешь что-то сделать для человека И как-то постараться облегчить эту ситуацию Когда человека нет, то сделать ничего нельзя Этот аргумент на живом примере Меня как-то очень привел в такое замешательство По поводу эвтаназии Но я понимаю, что в каждом случае это надо решать Исходя из этого случая Но это, конечно, очень неоднозначная вещь Вы смогли ли для себя, когда вы проходили через эту ситуацию В итоге какое-то выбрать, какое-то решение? Ну, решение было не идти путем эвтаназии Хоть это во Франции, опять же, невозможно Но можно было искать какие-то обходные пути А болел он очень долго, 8,5 лет И сначала все было не так страшно Страшно было в последнее время Но мы решили этим путем не идти Но я думаю, в отношении себя Я как-то этот вариант рассматриваю То есть вы изменили свое... Нет, нет, я не изменила Просто тут я могла что-то делать Я бы не хотела, так сказать, быть грузом для кого-то Но, может быть, это тоже несправедливо Может быть, и нет Не знаю, мне кажется, это решение должно принимать Не только человек, уходящий из жизни Но и те, кто с ним рядом Мне кажется, это должно быть какое-то общее решение Потому что это всегда касается не одного человека Если он не один в жизни То есть смерть человека не один Да, потому что еще Если для других остается шанс что-то изменить Даже если шанса нет Просто шанс быть рядом и что-то делать Это очень большой шанс Даже когда ничего изменить уже нельзя Все равно это большой шанс Этот шанс даже увеличивается, если изменить нельзя Потому что если ты знаешь, что что-то может измениться Ты думаешь, что то, что ты делаешь сейчас, можно сделать завтра А когда ты знаешь, что завтра это уже нельзя То ты больше успеваешь сделать за оставшийся момент У Борхиса есть такое чудесное эссе Город бессмертных Вот там описана ситуация Когда человек попадает, переплыв реку Оказывается, в стране, где все бессмертные Это совершенно жуткая жизнь Потому что кто-то упал Там, я не знаю, в какую-то яму Сломал себе ногу И никто не спешит на помощь Потому что можно прийти через 30 лет Или через 300 Кто-то там хочет пить Заболел, тоже нечего Потому что, ну что, с ним все равно не будет Дома недостроены Все в каком-то развале Люди не общаются друг с другом Потому что смысла нет Можно поговорить еще через 100 лет Но, в общем, это все приходит в жуткое состояние Вот эта мечта оказаться бессмертным Среди бессмертных Не один-то все умирают А именно все такие бессмертные Человек приводит в ужас Он возвращается, как страшный сон Хочет это все забыть Опять окунуться в эту реку Смертность человека Это то, что дает остроту и смысл всего И даже, наверное, любовь в какой-то мере Держится на смертности, хрупкости И возможности облегчить и помочь в жизни другого Ну, в общем, тут все очень-очень-очень переплетено И слава хорбрецам, которые осмеливаются любить Знают, что этому придет конец Я правильно понимаю, что вы уехали во Францию Вот из-за болезни вашего мужа И это случилось до ее? Да, это случилось 11 февраля Ему стало плохо Он мне позвонил Он в то время был во Франции Сказал, что плохо И я ближайшим рейсом выехала на следующий день Это было 5 часов утра 11 февраля, взяв с собой только ноутбук Потому что такие эпизоды бывали Я думала, что неделю через две все уляжется И я вернусь Я должна была приехать в отпуск в самом конце февраля В результате потом я вернулась, по-моему, в июле в следующий раз Ужасно у вас и личная трагедия, и война Все вместе Да, это, конечно, такое совпадение чудовищное Совершенно Хотя я сейчас думаю, что, может быть, это во всем есть Другая сторона Если бы это было последовательно Наверное, это было бы еще ужаснее Тут, в общем, совсем все было плохо И сразу одно вытесняло другое в какой-то мере То есть до того, как прошли похороны Я не очень понимала насчет войны Я только уже в середине марта стала разбираться в том, что происходит во внешнем мире Потому что я была в больнице все время Но это в какой-то мере продлило где-то еще на месяц Я не очень понимала, что есть война То есть вы были в вынужденном неведении? Ну, может быть, при желании я бы могла что-то узнать Но у меня сегодня не было Так, заблёрено Да Я хотела с вами обсудить войну В том числе вы в своих интервью говорили о том, что на все необходимо С философских позиций на все необходимо смотреть И вопросы такие, как война, смерть Все это нуждается в переосмыслении В каких-то ответах Вы думали уже, куда поместить эту войну? А почему она началась? В чём причина? Почему люди, которые 15 лет назад Даже в мыслях подобного не имели Сейчас могут оправдывать и даже идти на войну? Вы имеете в виду те, кто пассивно вынужден туда идти И не те, кто принимает решения Да и, честно говоря, тут большой спектр И тех, кто принял решения И тех, кто принимает И тех, кто поменял свою точку зрения От тех, кто не поддерживал Кто стал как бы пассивно поддерживать Я не знаю, кто когда был готов к войне Разговоров было много Я никогда не верила, что это может к чему-то привести Потому что я никогда не думала, что уже вступив на какой-то путь Дающий больше радости жизни и понимания мира Люди по доброй воле захотят свернуть с этого пути И до сих пор, я думаю, что большинство против войны Несмотря на то, что играет по её правилам Потому что кто-то боится Кто-то потерял ориентацию, не видит смысла И может быть даже хочет поскорее закрыть глаза на всё, что происходит И умереть Кто-то, такая эвтаназия по-русски Кто-то, может быть, рассматривает её как шанс помочь близким Получить деньги на то, чтобы кто-то вылечить близкого Или обучить ребёнка Потому что теперь, как мы знаем, в университеты стали брать детей воюющих Я думаю, у каждого своя мотивация Я думаю, тех, кто идёт убивать Потому что ненавидят украинцев Или действительно считают, что весь мир против России Все ненавидят Россию Я думаю, что таких процентов Как в любом обществе экстремистов Семь, максимум пятнадцать Но я думаю, что чем больше ввётся кровь, тем больше люди повязаны кровью И уже личной местью Это очень плохо Чем быстрее меняются курсы в школе И манера преподавания И предметы преподавания И тем хуже Потому что самое страшное – это дети Которые воспитываются военной парадигме В парадигме насилия Мозги промываются То есть если сказать сто раз одно и то же С чем ты не согласен На сто первый ты подумаешь, что почему бы и нет Похоже на то Это так встроена человеческая психика То есть чем больше времени проходит Тем страшнее будут последствия И от этого не уйти И это страшно А вы не изучали опыт Как, например, в Германии переосмысливалась эта повестка? Уже постфактум, после войны Как транзит происходил? Да, да, как происходил транзит И как на это, собственно, смотрело На это смотрело научное сообщество? Вы знаете, это очень интересный вопрос И мы как раз тут с коллегами буквально пару дней назад обсуждали Что надо будет сделать конференцию по транзитологии То есть такое направление в политологии Как это происходило в Испании с Франко Как это происходило в Чили после Пиночета Как это происходило в Португалии Как это происходило в Германии И вообще интересно Вот как приходит этот транзит Он очень важен И мы это сделаем конференцию, я надеюсь, очень Но действительно, этот вопрос очень-очень болезненный И в странах обычно не говорят об этом, насколько я понимаю Вот сейчас вышла книга Переводы радиообращений Томаса Мана к немецкому народу Игорь Банаидзе Эту книгу перевел Он перевел в обращение И выпустил своим предисловием Чудесная вещь буквально Вот на днях она появится в магазинах И вышла она в Россию И сдана она в Россию Как-то цензуру пропустила Читание Да, слава Мне кажется, это очень-очень важное чтение А вы знаете, я думаю, что это неудивительно Что цензуру пропустила Мне это очень напоминает ситуацию С книгой Ля Буэсси О добровольном рабстве Друг Монтэня в свое время Умер молодым человеком Но он написал книгу Рассуждения о добровольном рабстве Где, собственно говоря, объяснял Как бороться с тиранией Механизм прихода тирании Тирана к власти И что можно делать, чтобы ему сопротивляться То есть просто не поддерживать Он говорил, что действительно Это очень опасно Это времена Это сколько уже Столетий прошло И он говорил, что действительно Тиран – это страшная вещь Опасно, просто не надо его поддерживать Этого достаточно, чтобы тирания Как колосс рухнула И небольшая брошюра Так вот, я была поражена Что эта книга Эта брошюра была переведена На русский язык В сталинское время В 50-е Если не ошибаюсь В 52-м или в 53-м году Первый вопрос тоже Как это возможно Что при Сталине Выходит руководство к действию Как бороться с тиранией Просто потому, что власть Настолько Как бы высоко себя ценила Что она не боялась Это издать Потому что она не видела Связи с собой Я думаю, цензоры Не могли возражать Против этого предложения Потому что возражают То есть они, значит Признают, что это тиран Что это тиран Это такая Какая-то Да, да Это очень интересная штука Какая-то логическая ловушка И она постоянно Постоянно срабатывает Как это не смешно И я думаю, что тут Конечно, обращения-то Они велись и во время войны И там Он рассуждает после Когда Германия стала Возмущаться Почему Томас Манн Не хочет возвращаться Вот теперь уже Война закончилась Почему И многие говорили Представляли претензии Что вот он пересидел А теперь готов Не хочет даже возвращаться То есть презирает нас Это все И он говорил, что да Он не хочет возвращаться То есть все это Все это очень сложно Я думаю, что транзит Будет неимоверно Неимоверно сложным Я это просто вижу На своем собственном примере Каждый человек Для того, чтобы Нормально функционировать И жить Он должен гордиться тем Что он делает И как я пытаюсь тут Как-то сплотить сообщество И придать смысл И найти возможность Коммуникации внутри Так и те, кто поддерживает войну Находясь в России Тоже пытаются это делать И тоже ищут аргументы В пользу того, чем они занимаются И те, кто молчаливо ждет Смены власти Сочувствуют тем, кто выступает против Но сами считают Что они в той ситуации Когда это очень опасно И выхода у них нет То есть каждый Ищет аргументы В пользу своей позиции И чаще всего Эта позиция действительно Объективна Что-то находит Да, да, да И как это сложить вместе Я думаю, это будет Неимоверно тяжело Тут, конечно, элемент Понимания Прощения Или непрощения Но проговаривания Того, что Случилось с каждым И почему каждый Сделал этот выбор И к чему этот выбор Привел Это очень важный момент Я этим летом Писала статью Для одного нашего сборника Которую мы задумали Придумала 12 вопросов Отправила их Своим коллегам Тем, кто в России Тем, кто уехал Тем, кто уехал И вернулся И тем, кто до сих пор Ездит между Россией и Европой О том, как они Профессионально себя чувствуют Изменилась ли их Идентичность профессиональная Мне было интересно Чем они занимаются Что они ждут Откончения войны Насколько легко Им работается И отправила Самым разным людям Как антипутинским Так и пропутинским И, в общем, ответы Про вину Спросила И ответы Очень искренние Иногда Противоречащие Моим представлениям Это очень ценная вещь Из тех, кто ответил Многие сказали Что они отвечать не будут Либо потому Что мои вопросы Очень личные Но это, мне кажется Лукавство Либо потому Что со мной Теперь общаться Небезопасно Либо потому Что они, в принципе Не хотят общаться С теми, кто уехал Не потому Что они обижены Или что-то А просто Нет Уехал человек И все Они не читают Не общаются Не хотят ничего знать Что делает То, кто уехал А многие ответили Стали мне объяснять Почему они считают Что прав Кремль Вот, ведя такую политику Но Почему? Ну, потому что Действительно Пропаганда работает На две стороны И пропаганда Европейская Также обманывает Свою аудиторию Вы же не были На Украине На поле действий Как вы можете судить О том, что там происходит Это может быть Вполне ложью То, что говорится Ну, вот И так же Мы не знаем Что происходит И вы так же Не знаете Как вы можете судить Ну, в общем Логика такая Что этой логике Можно противопоставить? Это большой вопрос Это большой вопрос Ну, наверное Каждый свой личный опыт Противопоставляет Ощущение Интуицию Что тут Можно противопоставить Ну, как любое решение Принимается Отчасти рационально Отчасти Спонтанно Так человек выбирает Наверное, в сторону Можно найти Истоки И проследить Почему человек оказался На той или другой стороне Всегда это можно сделать А когда люди Отвечают, что Игнорируют тех Кто уехал Вам это не обидно? Ну, конечно Мне это очень неприятно Тем более В принципе Можно было уехать Сидеть спокойно Писать книжки Читать книжки Делать какие-то проекты Свои Но я затеяла Создание ассоциации Именно Прежде всего Для того, чтобы Сохранить связь С теми Кто остался По ту сторону Границы Моя идея Была сохранить Я видела Что философское Сообщество Вообще Российское сообщество Но В моем случае Философское Стало Раскалываться И это было Очень болезненно Потому что Я всегда Очень ценила Институт философии Российской академии наук Это был мой дом Это была моя жизнь И 33 года Я там проработала Сейчас Говорят о том Что то, что случилось Случилось потому Что В 90-е годы Иллюстрации не было Не было посадок И все Вы согласны? Сейчас повторюсь Я Отчасти согласна Я считаю Что надо было Четко обозначить Границы И провести Новые границы Добра и зла И проговорить Проблемы в отсутствии Коммуникации Не было проговорено Не было высказано Не было артикулировано Смысл происходящего Поэтому до кого-то Кто в своем мире Общался Это было и без слов Понятно А остальной мир Как бы Ну и бог Знаете просто Очень многие люди Вообще ничего не знали Вот в том-то и дело Вот надо было Вот извините Как бы я так грубо скажу Вот о тех мертвецах Про которых мы говорили Про них просто Никто не знал Но в то же время Я понимаю Что когда люди выбрались Из концлагеря С одной стороны Никто не спрашивает Идет ли на улице дождь Когда дверь открывается Но с другой стороны Никто не хочет Туда возвращаться Чтобы разбирать Эти горы Которые трупы Которые остались Просто оставшуюся жизнь Человек хочет Человек хочет Как-то вздохнуть Свободный воздух И я не осуждаю Тех Кто этим не занимался Но я понимаю Что уже мое поколение И поколение Идущее за мной Это был момент Когда мы должны были Заниматься этим Наверное Шестидесятники Сделали перестройку И могли почивать Дальше На том Что они сделали Но наверное Уже семидесятники И дальше Люди могли бы Этим заняться Но действительно Философия Практически Заняты Освоением Новых пространств Не только денег Смыслов новых Неизвестных И я не осуждаю Никого за это Может быть Было бы еще Лет десять И все случилось Как случилось Вот что делать Когда это закончится Приехать И начать общаться Как будто Ничего не случилось Или предъявлять Друг другу претензии Как быть И те кто Официальную позицию Озвучивает Они боятся До смеши Что вернутся Те кто уехал И наведут свой порядок Выгонят их с работы Но это бред полный Те кто На позиции Непроговоренной На личном Отношении Мы понимаем Друг друга Есть какие-то Обиды некоторые Но все равно Люди в принципе Друг друга Хорошо понимают Копни глубже Позиция Это в общем Достаточно близкая Но Страх И обиды С двух сторон Конечно накапливаются Для меня Например Было Очень болезненным шагом Когда меня уволили Из института философии Вас уволили Вообще Дистанционно За прогулы Меня уволили За прогулы Но Понятное дело Что причиной была Ассоциация И обиделись И испугались Что я этим Навлеку Кару Что вот я Будучи замдиректором Уехала Создала Оппозиционную Какую-то Компанию И теперь Достанется Тем Кто остался Что они будут Расплачиваться А я сбежала Давайте поговорим о Дугине Раз уж на то пошло Когда вообще Первый раз Наблюдали Ну как бы Заметили Дугина Как философ Можно ли его Назвать философом Философом Он сам себя называет И многие тоже Но На мой взгляд Это не философ Это википедия Да Но он Правый интеллектуал Идеолог Лучше Разбирается По-моему В оккультизме И во всякой Такой мистике Нежели философии Ну предположим Я первый раз Услышала о нем Наверное В начале 2000-х годов Когда я включила радио Он рассказывал С кем-то он беседовал Я уже конечно не скажу С кем Но речь шла О какой-то битве Я уж не помню 15-17 века И он как-то Проигрывал в диалоге Ну что-то историческая Была программа И Когда его загнали в угол Он сказал Что вот Это все произошло Потому что Морское сражение Было проиграно Ему говорят Ну вот Это же свидетельство О слабости Нет Это свидетельство Не о слабости В этот день Не было ветра И парусники Не могли двигаться И я подумала Тогда Боже мой И удовлетворился Значит Вот человек Который с ним беседовал Я подумала Откуда он знает Что в 15 веке Там не знаю 5 февраля Не было ветра Он что Газеты какие-то Нашел Прогноз погоды То есть Это человек Который Из факта Он выдумывает Но он это так Убедительно И с таким Я бы сказала Такой харизмой Говорит Что все Абсолютно Воспринимают Что так и есть И да Идут дальше Вот мне кажется Что он играет Во все Вообще немыслимо И все почему-то Дальше продолжают Ее серьезно обсуждать Для меня Это такой фокусник Ну Жил был Фокусник Занимался Как бы своим Развитием Так сказать Тоже занял Какое-то свое место В Общественной жизни В России Как так получилось Что Дугин стал близок К власти И Получил Как бы Ну Как бы Возможность Войти В Ну Как бы Некую институциональную Такую структуру Знаете Во-первых Я не думаю Что у него жизнь Складывалась удачно До Нынешних времен Он никогда Не занимал Никакой академический пост Он всегда был маргиналом Он всегда был маргиналом То есть Все вот эти его журналы Которые Под его эгидой Издавались Они Читались Такой молодежи С горящими глазами Поиски Философского камня Там Милый ангел Волшебная гора Элементы Это такая была экзотика Но он всегда был экзотичный Эзотерик Эзотерик Да Как эзотерик Он действительно Это действительно То что новое И то что ему удавалось А игра уже в политика На мой взгляд Она Тоже весьма Второсортная Так же как Философия Игра Но То что он близок К власти Я тоже не думаю Потому что Ну может это близость Отчасти Пригожинская Такая близость То есть Он сам хочет быть Во власти И власть наверное Его использует Но она его не берет Наверх И он критикует Путина В общем он критикует Он один из немногих В России Кто открыто это делает Когда он называл его Там сравнил С Богом Дождя Когда Харьков Оставила Российская армия И последнее время Он иногда Позволяет себе Говорить Там и против Суркова Какие-то вещи Что надо его Отправить на фронт Что это Очистительная Такая Миссия Процедура Он в общем Весьма Оргинален В острию ножа Да Он ходит Но с другой стороны Он был в 13-м году Если не ошибаюсь Попал в МГУ На социологический факультет Там представлял Себя что-то Был профессором То есть там Непонятная история Своего образования Но это не важно Был он там профессором И сами же студенты Воспротивились И его убрали оттуда То есть в принципе Никаким авторитетом Кроме как в своих кругах То есть вы не воспринимали его всерьез никогда Ну вы собственно И сейчас Нет Но я его воспринимаю всерьез Действительно Человек Который постоянно портит жизнь Институт философии Например В частности Мне лично Но Факт Скорее уже Даже в моей биографии В масштабе страны Ну мне кажется Что он играет роль Такой отвлекалочки То есть он говорит Какие-то эпатажные вещи Все бросаются их обсуждать И более серьезные вещи Никто не обсуждает Действительно это легко Это броск Ну что Вот он попал В РГГУ Вот Как он попал Как получилось Что он собственно Возглавил Такую кафедру Я не знаю Как это получилось Меня уже не было в России тогда Но дали ему эту кафедру Видимо Ну за какие-то там Его заслуги Или там у него Какие-то появились Покровители Друзья Он же все-таки преподавал В генеральном штабе Там чего-то такое Наверное у него есть Какие-то связи Ну и идеология Почему бы нет Это тоже одна из ветвей Назначили Ну в принципе Конечно Это уже не МГУ Это РГГУ Да Это в общем Ну тоже неплохо Но возглавляет он там Центр Это даже не факультет Это очень То есть это и не кафедра И не факультет Ну это такая Межуниверситетская школа А если вспоминать Вот эту историю С протестами С сбором подписей студентов Против собственного Царя Дугина Ну как бы На его Не очень большой позиции В РГГУ Как это было вообще устроено? Я так думаю Что Были люди Ну во-первых В РГГУ Мне поселилось работать 10 лет И это очень-очень достойные студенты Очень достойные преподаватели Конечно там остались люди Которые просто не воспринимали Дугина В серьез В серьез Но с другой стороны Мне кажется Что как Все сейчас происходит Воспользовавшись прикрытием Вот чего-либо Начинают сводить счеты Все против всех И конечно Наверное там Вот Кто-то решил воспользоваться Чтобы Критикую Дугина Пропагандировать себя То есть это здорово Что действительно Коммунисты Возмутились Ильиным Например А не Дугин Было бы лучше Если бы они Возмутились Дугин Но они возмутились Именем Ильина Устроилось это все Но Для меня В одинаковой степени Наверное Ну Не знаю Если мы обвиняем Фашизм Ильина Я считаю Что это большая ошибка Он не был Ни фашистом Ни национал-социалистом В том плане Что он не состоял В какой-то Организации И идеологически Не поддерживал Он использовал Идеи Национал-социализма Для того Чтобы бороться С большевизмом Вот что он пытался И делать На первых порах Когда он увидел Что это Российское Антисемитское Движение И он оттуда ушел Но да Какое-то время делал И идею фашизма Как единства Как корпорации Он действительно поддерживал Это хорошо О нем не говорит Но Называть его Фашистом Тоже неправильно Дугин как раз По-моему Вполне может Так назвать Поэтому Это тоже Определенная игра Потому что Говорят Дугин Подразумевают Путин Говорят Говорят Дугин Подразумевают Ильин Подразумевают Путин Ну все-таки Говорят Дугин Путь Ильин Не подразумевает Скорее Говорят Ильин Подразумевает Путин Говорят Дугин Подразумевает Путин А говоря Ильин Ну я не знаю Что подразумевать Дугину глупо Потому что Во-первых Дугин Написал в 11-м году Книжку Про русскую философию Где писал Что поскольку Мама Ильина Была немка Он не может Говорить от имени России Вообще Жуткий Совершенно Рационалист Что к России Не имеет отношения Невозможно И все что он говорит Это в общем Европейский вид Национализма Который к России Не приложим Потом он Естественно Из каких-то соображений Я уж не знаю Кто придумал Назвать его школу Ильиным Явно не он сам Но он согласился Видимо Это было Какое-то условие Но в общем Все это По-моему Яйца выеденного Не стоит Куда серьезнее История С поддержкой РГГУ В военных Всяких Группировок И куда серьезнее Школа Валерия Фадеева Которая Образована В РГГУ И называется Это институт Наследия Современного Общества И вполне Респектабельная Такая школа Которая Действительно Занимается Традиционными Ценностями Формированием Новой Программы Учебной В отличие от Дугина Совершенно Как бы Валерий Фадеев Вы имеете ввиду Из эксперта Который вошел Который Представитель По правам человека Да Вот эта фигура Мне кажется Намного более интересная Чем Дугин В РГГУ Они оба В РГГУ Но о Фадееве Никто не говорит У него есть Очень интересный Телеграм-канал Где его речи Выкладываются И это человек Который действительно Формирует И очень неглупо Это делает Новое Новую Как бы Идеологию Для образовательных Учреждений Да И делает это Достаточно успешно И он опирается На опыт Восточных стран Он постоянно Говорит об Иране Он постоянно Говорит о Китае И Индии Я не знаю Как это связано С его образованием По-моему никак Но он понимает Что это вот Новый тренд И он этим занимается Как бы Если говорить Вот о этой идеологии Я действительно Не попала В мой спектр В чем ее Основные Постулаты Она пока формируется Разглашается Она как правая Идеология Консервативная Националистическая Ну даже националистическая Традиционалистская Традиционалистская Да Националистическая Все-таки Это не Вариант Цимбургского острова России Не вариант Юрьева Крепости России Это все-таки Разговор Опять об империи Это разговор Не о России И России А о конгурмирате На территории Бывшего Советского Союза То есть Это попытка Восстановить Ну теперь уже Даже не империю А бери больше Цивилизацию То есть Вот континент России Это уже не остров А континент Ну аппетиты растут Вот Идеология новая На традиционных ценностях Коих начитали 17 Как нам известно И строится Новая цивилизация 17 традиционных ценностей Это Ой Ну все не перечислите Не не перечислите Ну кроме того Что не квадродер Нет Там все прекрасно Патриотизм Семья Любовь Хорошие слова Вера Надежда Все что надо Все хорошие слова Там перечислены Другое дело Слова всегда Одни и те же Их в общем число Достаточно ограничено Складываются они В разные узоры Это знаменитый указ 809 Путина О том Что нужно Строить государство На вот этих Традиционных ценностей С чего Вот такой бум Начался С одной стороны Патриарх Обратился К этим ценностям Тут ему помог Малафеев Который теперь Видимо тоже Как и Дугин Отодвинут Немножко Ну и вот Пошла работа Чтобы эту тему Еще закончить Почему все-таки Обосновано ли это Считать Ильина Любимым философом Путина Насколько он вообще Ну действительно Является последователем Философии Ильина То есть нет ли здесь Как сказать Искажение Теории самого Ильина То что в патриотические речи Про Донбасс Вплетаются Как бы его цитаты Ильин Очень хороший У него очень хорошее Чувство русского языка И он давал Четкие Совершенно хорошие Формулировки Запоминающие Практически афоризм Сопротивление злу силы Да это противовес Сопротивление злу насилия Да не сопротивление злу силы Толстое Это сопротивление злу силы То что вот Принуждение государства Должно принуждать Преступников Людей Так сказать Отходящих от моральных норм Красивая формула Красивая Ее можно использовать Путин выбрал Как пишут все Опять же меня сложно судить Но вот Михаил Ильичининов Который Мишель Ильичининов Написавший книжку В главе у Путина Он говорит там Об Ильине И считает Что Никита Михалков Впервые рассказал Путина об Ильине Я думаю Что у Путина Сердце ёркнуло Потому что Это тоже юрист Философ Юрист Человек Боровшийся за Россию У него есть Большой текст О том Чему грозит миру Распад России То есть он Всегда был Считал Что распад В пространство Российского государства Это очень опасная вещь Не только для Жителей этой территории Российской Но и для всего мира Он был татистом То есть он всегда Выступал за крепкое государство И всячески продумывал Правовые основания Крепкого государства Правового конечно Это красивая рамка Это понятная рамка Понятная для европейского уха И понятная для русского уха И поэтому Воспользоваться формулами Ильина Конечно очень удобно И почему бы нет Это не рассуждение Очень сложное Конструкция Очень сложная Ильин Писал во время Он был лидером Белой эмиграции Писал короткие Публицистические статьи Почти такие листовки Очень здорово И очень душеподъемно И известная вещь Что Путин в принципе Не сторонник коммунизма Социализма И вот тут Конечно Ильин ему очень Был близок И остается близок Потому что Ильин Совершенно не воспринимал Коммунизм Для него То есть сочетание Антикоммунизма Но За империю За государство Крепкое государство Это этатизм Вот государственничество Вот крепкое государственничество Это да Очень последовательная теория Уж любимый Нелюбимый Я не знаю Есть ли у него читать книги Время Но вот этот книг Который я держу в руках Он Как мне по крайней мере Рассказали Мне позвонили Из Академии На какой-то момент Сказали Что вот каждый год Президент страны Выбирает несколько книг Из тех Которые вышли Под эгидой Академии И что Вот в 22-м году Затребовал Вот этот том Уж не знаю Кто его читал Но вот такая вот Вещь была Вы думаете Это Как бы усугубило Ситуацию Не знаю Не знаю Но забавный факт Всем авторам Этой книжки Я об этом сообщила Авторы наверное Вздруг Ну не знаю Может быть кто-то гордится Здесь самые разные люди Собраны Некоторые я думаю Вполне себе Разделяют Происходящее Сейчас Подерживают Ну как любое общество Философское общество Очень разнородное Люди с разным взглядом Другое дело Что всегда Уживались вместе Это всегда было Очень важно И все это ценили И культивировали даже Ну то есть С некоторой долей Вероятности Можно предположить Что их идеи Просто Ну как бы Что Или Созвучно Ну я не думаю Что Да нет Может быть в чем-то Они созвучны Но Я не знаю Собственно говоря В чем идея Это теперь В чем идея Происходящего Какая конечная Точка Происходящего К чему Все идет Мы же не знаем До сих пор Это непонятно То есть Как бы З-идеология Не стала философией Это и не Свобода Равенства Братства И не Победа Социализма В отдельно взятой Стране Не американская мечта Не американская мечта Ну во многом Американская теперь З-иде Как раз пишут Что в отличие от Европы Которая виновата Во всех мировых войнах Америка никаких Мировых войн не начинала И они кстати Больше сейчас даже Как-то двигаются Видимо в преддверии Выборов В Америке Двигаются в сторону Как бы Американскую Нежели европейскую Сейчас под каток Попадает Европа Но нет З-идеология Заключается по-моему В тотальной ненависти Ко всему Призыв к насилию Я думаю что главное Вот скреп всех З-идеологов Это насилие Это преклонение Прославление Насилия Я не вижу Чего-то более Обобщающего Нежели То есть она не может Она не может Пережить войну То есть она Есть пока есть война Ну нет почему Потом она наверное Тоже может Продолжаться Идеология Репрессия Единомыслия Но Да не забудем о репрессии В чем оно Выражается Прославление Верховного Главнокомандующего Это понятно Но дальше То еще что Правила игры До сих пор не обозначены В советское время Были обозначены Явные правила игры Сейчас правила игры Нету Все ценности Которые оглашаются Официально Они вполне себе Авторитарные Да Но предполагают До сих пор Какую-то еще Более-менее Свободную экономику Правда Она все больше Становится Милитаризированной Но декларации Декларации Очень-очень гибкие До сих пор Правительственные Я имею в виду Не маргинальные Вот а-ля Дугин А все В общем Пытается Создать Иллюзию Нормальной жизни Никаких Зверских Так сказать Формул Не произносится Расскажите Пожалуйста Про ассоциацию Когда вы ее создали Что это такое Когда я уехала Вернее Когда я пришла в себя Немножко И стала отвечать На телефонные звонки Разбираться В том Что произошло Выяснилось Что достаточно Большое количество Моих коллег Оказалось За границей И все звонили Друг другу Спрашивали Кто-то Что-то Где-то Как-то теперь Будешь жить Как-то можешь Теперь зарабатывать На жизнь Где есть Какая-то позиция Ты вернешься Когда-то вернешься И давали друг другу Всякие советы И в конце концов Я поняла Поскольку я знала Достаточно много Количества людей Я поняла Что я совсем не могу Говорить по телефону Я просто не стану С кровати С этим телефоном Я стала как-то Группировать народ И потом я поняла Что главная проблема Это я как-то Стала понимать К лету Главная проблема Это потеря Своей идентичности В том плане Что человек не понимает Кто он Вот был он Научным сотрудником Или преподавателем Университета Были у него студенты Были у него темы Которыми он занимался Теперь он уехал Ну какую-то стипендию Он получил В лучшем случае На два года В худшем на три месяца Что потом неизвестно Кто он здесь Русский Или он Человек без рода и племени Или он Получив вид на жительство Или стипендию Стал французом Немцем Казахом Или киргизом Непонятно Это самая большая проблема И проблема Опять же Отсутствие коммуникации И тогда Я близким своим друзьям Кого я когда-то брала На работу И тем С кем я работала Я стала говорить Что давайте Мы объединимся И создадим Не политическую организацию А организацию Профессиональную Именно философскую И начнем просто Встречаться Кто-то что-то написал Обсудим Как это мы делали Текст У кого-то Какая-то идея Мы сделаем Небольшой семинар Постепенно мы пришли К выводу Что это очень хорошая мысль Как назвать Тоже был вопрос Я предложила Это назвать Пожарный выход Потому что Это своя история Это Александр Вилович Доброхотов Один из моих Любимых Преподавателей В МГУ Теперь живет в Лондоне И мы с ним встретились Сидели мы с ним В пабе Над ним была Табличка Фаэкзит И я сказала Какое хорошее название Говорит Да вы что А потом говорит Да нет А вообще не так уж и глупо И когда я предложила нашей компании То мне тоже все стали говорить Да что вообще Фаэкзит Это вот временно А мы делаем на века И что вообще-то смешное название Мы люди серьезные Но В общем Это немножко Конечно Были большие дебаты Но в общем Выбрали другое название Независимый институт философии В конце концов Я тоже даже проголосовала У нас было голосование Семь вариантов Я тоже проголосовала за него Потому что я подумала Что ж если делаем на века Так уж не надо Шуток Ну шутки тут не было Это как раз отражало момент И до сих пор я считаю Что это Фаэкзит Потому что Действительно это выход И человек Который вырвался Из огня Афиполами И попал В какую-то вот ситуацию Где он не понимает Кто И откуда он То выход есть И для тем Кто может быть Захочет прорваться Через эту полосу огня Тоже выход есть Слава богу У меня Французское гражданство И без гражданства Ассоциацию открыть нельзя И вот Обладая этим правилом Этим Вернее Этой привилегией Мне удалось Оформить все документы И в содружестве С моими коллегами 35 человек Собственно говоря Первых Кто собрался Мы ее и основали И нас зарегистрировали В префектуре Парижа 13 мая 23 года И потом мы открыли уже И счет У нас появился Юридический адрес К моменту открытия Подождите Уж не выдавайте Все В интервью Вдруг туда что-нибудь пришли Нет А юридический адрес У нас На сайте обозначен Это не Дом В котором мы живем У нас Нету Дома Наш дом Это наш сайт А это просто Почтовый ящик В здании Где все Многие французские ассоциации Имеют почтовые ящики Вот мы его оплачиваем Это где-то 230 евро в год Этот ящик стоит И вот Он у нас существует Приходит туда корреспонденция И вот так вот Мы стали собираться Исключительно в Зуме Потом у нас появилось Два Семинара оффлайн Это Сорбонна И это Нальком Меня туда пригласили Ассоциированным сотрудникам И туда и сюда Я имею возможность Вести семинар А потом у нас Вот В Черногории В октябре этого года Состоялась первая конференция Где наших 60 коллег Встретилось Это было очень здорово Сколько сейчас Ученых Мыслителей Объединяет Это ассоциация Больше 150 Это люди в разных странах Не только в окнах В всех странах Возможных Мы не считали Сколько стран Потому что одно дело Мы одно время Мы пытались посчитать Но поскольку все переезжают Из страны в страну Это бесполезное занятие Да И в то же время Есть люди из России Тоже живущие в России Сейчас И они даже были У нас на конференции Несколько человек И это не только философия Это разные гуманитарные науки Да Это психология Политология Социология Антропология Ну в общем много Да Вас не за это Случайно признали инагентом Думаю что за это Думаю что за это Но Я думаю что тут еще и Повышенное внимание Ко мне со стороны Царьграда И Зиновьевского клуба Сработал А за что вас так любят Они В кавычках Ну я думаю За эту историю С смещением Черныняева С поста Исполняющего обязанности Директора А чем он был так им дорог Просто это был их ставленник Разделяет их ценности Я думаю что да Они решили в свое время Поставить его Потому что он В принципе Тоже достаточно долго Он моложе меня Но он достаточно долго Работал в институте Был замдиректором Заведующим сектором Как я говорила Но они Нашли конечно Очень плохую фигуру Человек Которого никто Не воспринимал Не любил И к тому же Это произошло Практически через пару месяцев После того Как институт Отпраздновал Столетие И это тоже было Очень глупо Потому что Это был большой праздник Который сплотил Всех кто когда-то Имел отношение к институту И наполнил гордостью И достоинством Сердца сотрудников И после этого Когда вдруг Все почувствовали Что мы существуем Сто лет Мы едины Сколько хорошего Сделал институт Какое количество Книг Переводов Новых каких-то Теорий Выдвинул институт И как он признается В мире С каким количеством Стран сотрудничает И сколько людей Училась когда-то В аспирантуре И занимает позиции В разных странах После всего этого Назначить директором Черняева Но это оскорбило всех То есть Если бы это был В другой момент Это бы так не резонуло Но ничего глупее Придумать было нельзя Допустим Я агент Некой России Будущего Допустим Сыграем такую игру Я на себя Такую роль Просто беру Драматургически Я бы спросила вас Что же со всем Этим делать Что делать с тем Что все построено На этих костях 20-30-х годов Разбираться Это уже можно Перенести и на 90-е И мы понимаем Что этот разговор Сейчас есть Что с этим делать Раскапывать Раскладывать По полочкам Или закапывать Как бы оставлять Как есть Ну конечно Надо все раскапывать Но для этого Должно быть подходящее время Я понимаю Что сейчас Время не раскапывать Сейчас время Остановить Этот каток Который идет Раскапывать Конечно надо Это очень важно Для тех Кто ушел Для тех Кто остался И для будущего Потому что Все повторяется С какой-то Совершенно безумной Точностью Конечно надо раскапывать Конечно надо понимать Что именно Послужило спусковым крючком И как люди сопротивлялись Как они выживали В чем они находили Смысл И собственно говоря Что они завещали Тем кто идет Им на смену Я не говорю уже Про идеи Концепции Которые важны Которые востребованы И которые Не все Были продолжены Там большое Поле Для Работы А что послужило Спусковым крючком В 30-е годы Да Ну в 20-е В 30-е Почему такая Все-таки жестокость Знаете Для меня тоже Вот это насилие И жестокость Я не понимаю Почему Я думаю Что с одной стороны Ну всегда есть какой-то Процесс с садистскими Наклонностями Но главное Что здесь играет Это страх Главное Что здесь играет Страх и желание Наверное Опередить Того Кто Может выступить Против тебя То есть люди Начинали Может быть Сводить счеты Не Какие-то личные А может быть Просто думали Что доказать Свою точку зрения Можно Вот Опираясь На власть Свою Продавить силой Свою истину Да И они думали Что это наверное Не очень плохо Потому что Они-то знают Что истина Здесь И может быть Стоит Как-то поднажать И всех Осчастливить А потом Уже Невозможно Было Остановить Я думаю Что иногда Лучше Лучше Замедленное Движение Вперед Чем Какой-то Рывок Рывок Всегда Грозит Откатом Можно проживаться Не туда Куда Целишься То есть Моменты Рывков Они всегда Возвращаются Реставрации Такой кровавой Я читал реферат К вашей диссертации И интересно Что вы отмечаете Изменения Которые происходили В России Уже в середине 90-х Что как бы Россия была В один момент Направлена Как бы На интеграцию С Западом И огромное количество Интеллектуальных сил До скажем так 96-го года Было направлено На интеграцию С Западом А потом Как бы На некий Консервативный поворот С вашей точки зрения Что тогда произошло? Что и когда Произошло? Ну мне кажется В России вообще Все идет Такой синусоиде Это идет Из проблемы Самоидентификации России Что такое Россия Это какая-то особая Особая реальность Это часть Востока Или часть Запада И чаще всего Россия Воспринимается Либо как часть Западной ветвь Западной цивилизации Западной культуры Либо как Нечто самобытное И в тот момент Когда Убеждает Ощущение себя Как часть Западного мира Вот идет Сотрудничество Идет открытость Идет Европеизация себя То есть Те силы Те взгляды Которые востребованы В этом направлении Становятся приоритетными И издаются книги Философов Литераторов Западных И прозападных А в тот момент Когда наступает Кризис Такой откат Желание Замкнуться В себе Желание Спрятаться От мира И какие-то Может быть Сантиментные Соображения Берут верх Тогда Начинается Поиск Частоты Рядов Частоты Расы Частоты Идеологии Происходит Такое Окупливание Страшное Достаточно Всегда Просто вы заметили Этот момент Когда поезд Когда многим Мне, например, казалось Что поезд едет Вообще в другую сторону То есть в моем Представлении Поезд еще И куча других людей Ехал еще на запад А вы уже видели Что он Куда-то поворачивает Может быть Это было Больше заметно Вот Из Того Интереса Ведь если мы Посмотрим На Библиографию То есть Вот какие Философы Становятся Востребованы В тот или Другой момент Мы уже можем Предугадать Книжки напечатаны Прочитаны Идет обсуждение И потом Эти идеи Начинают Уже овладевать Может быть В каком-то Не чистом виде А пересказами Да Ведь это Просто всегда Это такой зазор Существует И можно Можно четко понять Вот какие книги Сейчас Какие тиражи Преобладают То есть лет Там Пять Десять Может быть Меньше И мы получим Эти идеи В искаженном Может быть Виде Но адаптированном К реальности России Несколько раз Говорила о том Что Просматриваются Вот эти годы Действительно Постперестроечные Совершенно точно То есть В момент Перестройки Там 87-й 85-й год Это Владимир Соловьев То есть Он начинает Издаваться Он начинает Читаться Его Универсализм Его открытость Миру Его ощущение России Как части Запада Ну не знаю Такой космополитизм Он востребован Дальше приходит Бердяев С его Правды Коммунизма С его Осмыслением России С русской идеей То есть С русской идеей Поняты Как Российская История Развивающаяся Все-таки В направлении Европейском Потом Когда В общем Люди Вот эта эйфория Вхождения В западный мир Начинает Немножко таять И люди Сталкиваются Что это сложно Что Их не так принимают Как им казалось Что Адаптироваться К миру Когда-то Отстал Надолго И это Не так просто Привычки Другие Какие-то Повседневные Симпатии Особенности Тоже Другие Языковые Барьеры Барьеры Бюрократические И все это Вызывает Обиду Потому что Вот эта Земля обетованная Которая оказалась Так рядом Вдруг Оказывается Совсем не такое А потом Ведь представление О западе Большинство Людей в России Складывалось На основе Романов 19 века И Европа Которая Может быть Существовала В веке В 18-м И 19-м Все же читали Что было делать Все читали Классическую литературу И сформировался Образ Европы Все в интеллигенции читали Да нет Вообще все читали Надо же было что-то делать Народ читал И в метро Читали книжки Классические В школе Заставляли читать Люди Все-таки читали Все-таки знали Потому что ничего другого Все равно не было Когда открылись границы Люди приехали И увидели Что мир разный Что живут Не только белые люди Но разноцветные Что есть Ну мир ушел уже далеко А вот классическая Европа Ее нету То это было тоже разочарование А в какой вот момент Чуть-чуть переключилось Я думаю, что Году к 96-му То, что вы говорите Стало переключаться Потому что Флёр ожиданий Рассеялся То есть люди нашли Совсем другое В Европе Не то, что искали То, что невозможно было найти И здесь, конечно Полное непонимание Что же это такое Мы сюда пришли А тут все другое Значит, они исказили Значит, это уже не та Европа Европа ли это И вообще где та И тогда было желание Построить Европу в России Настоящую классическую Истина, добро и красота В классическом смысле Вот мы сейчас воплотим У нас самое страшное Осталось позади И сейчас мы здесь Это попробуем воспроизвести И все будет хорошо И вот этот национализм Он, мне кажется Был спровоцирован Разочарованием в Европе И разочарованием себя Ну, от каких-то там Ну, смешных вещей Когда все думали Что в Париже Играют на аккордеоне И когда поняли Что эти песни уже не поются Ну, какие-то смешные вещи Я просто вспоминаю Когда мои друзья приезжали И говорили Как странно А где же вот это Ну, можно найти Секреке Там все играют Ну, да Ну, вот для тех Кто это ждет Или там в метро Я понимаю Но вот эти ожидания Я не говорю о том Что все бросились В гармошки В России Стали там воспроизводить Шансон французский Но попытка Классическую Европу Выстроить Вот на тех принципах Тех ценностях Которые ожидались Это было И это был В общем Достаточно благородный Наверное, порыв Совершенно утопический Но когда человек понимает Что это тоже невозможно сделать А какие признаки Были построение Такой Европы В России Ну, я думаю Что это вот такая Кастолийская Образованность То есть люди В первую очередь Вот так сказать Креативный класс Как теперь это называется Или же интеллигенция Пыталась сохранить Свою Такую вот Академическую элитарность Если так можно сказать В тот момент Когда бушевал Вот этот первобытный рынок Массовая культура Вульгарная культура Проникала И там Не знаю Еды до музыки Попытка сохранить Остаться Вот В своей костали Не растратить То прекрасное Что, собственно говоря В 70-е В 80-е годы Сформировалось Потому что Ведь люди Уже как-то Умудрялись Выживать И это циничное общество Никто уже Не Велся На идеологию Цинизм Здравый Он, в общем Предохранял Сообщество Интеллигентское Это был, наверное Не самый плохой момент Такого вот Ожидания Что вот-вот Грянут переменные Подготовки себя к ним Это, в общем Было неплохо Ну и когда перемены Грянули Они оказались Просто не такими И часть интеллигенции Просто так вот По-детски На мой взгляд Обиделась То есть То, что сейчас говорят Вот нас Из Европы Не принято Мы разочарованы Это вот Та обида Что когда люди Вышли из башни Слоновой кости Они оказались Не там Сообщество Оно не распространялось На весь мир И все тоже связано Там с поиском Я не знаю Каких-то средств На проведение Конференции На встрече Это надо найти Какое-то финансирование Это очень обидно Неприятно И это мы не учили Это как бы Грязь под ногами Да И действительно Требует времени Энергии Это обидно До сих пор Но потом уже Наверное Другие поколения Бы выросли И понимали Что это часть игры И воспринимали бы Это иначе Но все это Очень обидело Я думаю Обидел не Запад Не правительство западное Не интеллигенция западная Обидело именно Вот то Что те ожидания Которыми люди жили Их невозможно воплотить То есть Куда же теперь идти Другой глобус И куда пошли Пошли обратно Ну Пошли Выстраивать себя Вот этот поиск Нынешней Россий цивилизации Россия континента Россия крепости Или там Еще Россия острова Там от Сумбурского До Юрьева Все эти концепции Вот стали как-то Пытаться остаться В этом мире Собой В смысле Европы 19 века Еще из стыдных вопросов Толстой, Достоевский Это философы Или все-таки Писатели Конечно Ну знаете Я не знаю Как проводить грань В России В принципе Всегда публицистика И литература Была философична Традиционна Когда меня спрашивали В чем в России Отличается Ищет свой миссионизм На чем он основан Вот на этом тоже Ну конечно Это люди Которые ставят глобальные смыслы И вот на все эти вопросы Ищут ответы Посредством литературы Есть люди Которые считают Что архитектура Это тоже текст философский Музыка Это философский текст Даже одежда Это текст философский То есть можно считывать С чего угодно Литература Тут текст Это не в последнюю очередь Я могу ошибиться Но кажется Вы назвали Ницше Самым русским Из западных философов Ну Такого я По-моему Не говорила Но он один из Потому что Маркс Я думаю Может поспорить с Ницше Да Тут Ну и русский Левниц Но почему Чего русского Ницше Ну вот эта вот Публицистичность Кстати Он тоже Поэт И писатель Его стиль музыкальный То что он Посредством Художественного языка Выражает свои смыслы А не посредством Такого трактата Классического Философского Это тоже сближает С манерой философствования В России Очень здорово Это такая попытка Популяризации Разговора с аудиторией Да нет Это просто Просто новый язык Он ищет язык Своего времени Ему удается его найти Я не думаю Что Ницше когда ставил Популяризацию Он был одиноким мыслителем И всегда держался Весьма таким Анахаретом И даже когда Была возможность Изближения Слу Саламе Дамы В которую он был влюблен Кстати Это же русское происхождение Он ей писал Когда приглашал Ее вместе провести лето Что какое-то время Все-таки лучше пожить отдельно Потому что ему нужно Привыкнуть к общению Это очень сложно То есть Популяризацией он Конечно не занимался Но Он просто Мыслил На языке Психологическом А это всегда Наверное Доступнее Чем язык Терминология Философская Ну и Имея Чувство к словам Он это выражал Наверное Более ярко Чем другие Потом он Пользовался метафорами Пользовался мифами И Это тоже Очень здорово Ложиться На восприятие людей Тем более Каждый имеет право Вложить В интерпретацию Мифа Что-то свое Как вы Объясняете Его Ну такую популярность Которая Волнами В общем проявляется Он входит В число Я не знаю Самых Популярных Мыслителей Ну в мире Да Его популярность Вместе С какими-нибудь Такими популярными Людями Как Хокинг Или там Эйнштейн Ну во-первых Он действительно Читается Во-вторых Он всегда Современен Своими Суждениями Которые Передили Своё время Конечно его время Он говорил Что его будут читать Через сто лет И вот Это время приближается Тем что он не боялся Говорить О скользких вещах Не всё что он говорил Просто Не всё можно принять Не всё Гладко И ласкает слух Но тем не менее Он всегда говорил О тех вещах Которых Многие люди боятся Себе сказать Перед собой Это вопрос Та же проблема Национализма Та же проблема Рабов и господ Проблема Аморфати То есть Любви к року Подчинение року Проблема Рессентимен То есть Вот Смесь Зависти Ненависти Обида Вот этот комплекс Который Движет Многими поступками Людей Обида Когда человек Не может простить Другому То что Он не так хорош Нет То что Сам человек Не может быть На месте того То есть Единственное что Раздражает Нельзя простить Он обнажал Не знаю Отношения Женщин И мужчин И какие-то Скрытые движения Ну Сейчас он считается И феминистом И консерватором Он все-таки был Феминистом Или консерватором В каких-то своих Размышлениях Феминистом В каких-то консерватором Тут даже Знаменитый его афоризм Если ты идешь К женщине Не забудь взять плеть Зачем? Зачем? Ну Либо Чтобы Выгрожать женщине Либо чтобы отдать ей Чтобы Да Это же непонятно Ведь знаменитая Вот эта фотография Где он с полем Ре Стоит Запряженная Не в такую тележку На которой Сидит Лу Саламе С кнутиком И фиалками Вот Кнут у нее Собственно говоря Ну Это как бы Расхожая Такая банальная Банальный штамп Но Разные люди Прочитывают разные вещи Читая Ницше Ницше Идеолог фашизм Ну конечно Нет Ницше В 1900 году Да Но был Так сказать Но это долгая история Считается Что Известно Что его сестра Элизабет Всячески Приветствовал фашизм Ее муж Покончившись Жить Самоубийством После Истории В Парагвай Где он Хотел Обосновать Государство Настоящих Харийцев И проворовался Тоже Тоже был Близок Национал Социализм Но Естественно Умер До Она Встречала Ваймаре В доме Где провел Последние годы Последние месяцы Жизни Ницше И Адольфа Гитлера И других Представителей Этой партии Национал-социалистической Она сочувствовала И она переписала Многие работы И письма Вымаров Ну Многие Я имею в виду Волю к власти Так сказать Ненаписанный текст То есть Она делала купюры Что-то она вымарывала Что-то она дописывала Я думаю Что она Пыталась Максимально Любя своего брата Максимально Как бы Извлечь Пользу И сделать из него Того человека Которого она считала Была бы идеалом То есть Она это делала Не для того Чтобы его порочить А веря в то Что она делает Принесет ему пользу Его память В смысле Вы говорите Что она делала Из лучших побуждений Из лучших побуждений Безусловно Но То что мы имеем Это конечно Вот этот миф О том Что Ницше Претичи Национал-социализма И породил Отчасти Отчасти тем Что Действительно Идеологи Воспользовались Его Афоризмами Жесткими И Цитировали И переворачивали И действительно Ницше Не такой Удобоваримый человек Он писал Он писал Очень много Противоречивых вещей Но Именно потому Что Не прикрадовал К жизни И к морали Формальную Однозначную логику Он понимал Что может быть И так и так Ну и какие-то вещи Действительно Могли спровоцировать Что-то Его резкие Высказывания Например У него Есть Потрясающие Пассажи В адрес Ивреев И вера Уважения А есть Вещи Граничащие С антисемитизмом Их мало Но можно Их Солковать И так Ницше Притечи Айрон Рэнд Ну Наверное Да Отчасти Отчасти Да Можно сказать Но это Идеи Которые Опять же Витали В воздухе Я думаю Что можно Найти У очень Многих Ну Вы знаете Можно сказать Что Ницше Притечи Там Я не знаю Троцкого Троцкий Очень много Взял У Ницше Тоже Например Это и Троцкий И Горький Горький Ведь Внешность Свою Менял Да Такие Массивные Это не Просто так Он любил Он пытался Переводить Он был восхищен То есть Там Сказки Старухи Из Иргиль Это тоже Ницше В некотором роде То есть Ну я не знаю Я считаю Что у очень Многих Имеющих Корни Российские Можно найти Влияние Ницше Когда Произошла В России Революция То Ницше Был поднят На щит И сначала Это был Герой Революции Но В 23 Он революционер Он революционер Революционер Конечно Он не революционер В смысле Политическом Но Ценностном Да И Потом Его запретили Чтобы остановить Эту революцию Перманентную Чтобы дальше Не смело То правительство Которое хотело Удержаться У власти Есть байка О том Мне сложно Говорить Правда Это или нет Это писал Бернис Глаз Резенталь Первая следовательность Сюжетов Ницше В России О том Что на столе У Ленина Стоял Бюст Ницше То есть Ленин его очень любил Хоть упоминания имени Ницше У Ленина практически нет Есть в философских тетрадях Немножко В империокритицизме Но именно жена Ленина Крупская Подписала указ О запрете В 1923 году Работа Ницше В библиотеках Использование Продажи И переводе Ницше был в спецхране До 1989 года Когда Собственно говоря Запрет Вообще На На сколько На 70 лет Да Да Очень долго Но тем не менее В библиотеках На немецком языке Ницше был На русском Был запрещен И в спецхранах Для профессионального пользования Он был тоже Как происходила Реабилитация Ницше В России Если Она была Ну Как таковую Или просто была волна Интереса С перестройкой связанной Была волна интереса Связанная С Обращением К русскому Религиозному Ренессансу В первую очередь На мой взгляд Вот В эту волну Я угодила Очень забавно Что первое произведение Ницше Это именно Антихристианин Антихрист Был издан К Честереть Укрещение Руси Это книга Которая Была запрещена Сочетание Цензура Она была запрещена Сразу же После своего возникновения В России А потом Вот ее первую издали Не Заратустру Не По ту сторону Добра и зла Не Рождение трагедии А именно Антихрист И это очень забавно И очень Как раз говорит О том Что С Ницше Все-все-все Очень сложно Ну и потом пошел вал Карен Свасян Подготовил знаменитый Черный двухтомник Который вышел Если я не ошибаюсь В 90-м году Это первое издание Ницше После вот этого Перерыва 70-летнего И Этот двухтомник Я не знаю Сколько изданий Он выдержал Но купить его Было совершенно невозможно И он По-моему Чуть ли не Я не знаю Сколько Сто тысяч экземпляров Несколько изданий Было по сто тысяч Экземпляров Это огромное Огромное Тиражи Таких не бывает И он раскупался тут же То есть Ницше Был всем интересен Вернемся Недолго К русской философии Кто Для вас Главное олицетворение Русской философии Кого нужно прочитать Чтобы гордиться Русской философии В хорошем смысле Гордиться философии Это как-то странно Гордиться философии Чтобы понимать Что происходит с Россией Ну я думаю Что обязательно Надо прочитать Георгия Федотова Мне кажется Что это тот человек Которого читать надо Именно сейчас Потому что его рецепт Послереволюционный Мне кажется Очень Очень подходит Для сегодняшнего дня Это Тот Кого противопоставляли В первые перестроечные годы Ивану Ильину То есть Разный подход К будущему России То есть Это его оппоненты Ну Они не были в жизни Оппонентами Но Как бы По духу Это как бы Два направления Ну конечно Надо читать Владимира Соловьева К сожалению До сих пор Нет собрания сочинений Большого Откомментировала Но хоть над ним Идет работа Уже не одно десятилетие Я думаю Появится Но я знаю Что должна выйти В институте философии Иран Книга Сборник По Соловьеву Очень интересный Буквально Со дня на день Все читают Бердяева Я думаю Это неплохое чтение Но дает Общее представление О том Что происходило В России В общем Тут я Наверное Не оригинально Конечно Надо читать Мурдашвили На мой взгляд Это очень трудное чтение Но легче читается Его работа Не о сознании А именно Публицистические статьи Размышления о том Как жить в эпоху Диктатуры Авторитаризма Это тоже Мне кажется Очень важное Чтение сегодня Это вот Если так Идти постепенно От Времен Старых К новым Из новых На меня Произвала Первая книга По философии Которая Которая Прочитала Я поняла Что я оказалась На верном пути Это была Книга Пиан Павловна Гайденко Трагедия эстетизма О Киркегоре Совершенно потрясающая книга На мой взгляд Ее книга Фихт очень хороша Книга Эрика Ючиславьева О лютере Прекрасная вещь Метафизика ландшафта По дороге Валерия по дороге Это уже практически Наши современники Ну естественно Я не могу Не назвать имя Своего учителя Это, наверное Василина Матрашилова У нее есть Прекрасные вещи Разные Но она была Феноменологом Она очень интересно Писала важные вещи Издавала Канта И занималась Гегелем Гусарлем Но у нее есть Прекрасная книга О Хайдегере Ханьярон Бытие, время, любовь Это такой Философский бестселлер Очень хорошая вещь У нее книжка Цивилизации Она стала заниматься Проблемой цивилизации В конце своей жизни Относились все Как-то с улыбкой Говорили Зачем Историку философии Вдруг Что же она подалась Куда-то Вообще Не ее Неофит Все будет плохо Но вот сейчас Я перечитав ее книгу Которая была Общена В 10-м году Если я не ошибаюсь О цивилизации Варварства Удивительно В 10-м году Кто бы мог подумать Что То, что она фиксирует Окажется так важно Сейчас Это С одной стороны Теоретические рассуждения То есть Вопрос Цивилизация Это что? Это то, что противостоит Варварству Или есть разные цивилизации Китайская Турецкая Русская Вот вопрос об этом И она понимала цивилизацию Как противостояние Варварства И в чем, собственно говоря Цивилизованность выражается Об этом речь идет Это полкниги А полкниги И ее Такие полудневники Она фиксирует Скатывание К варварству В современном мире И на примере России На примере других стран И действительно Забавно Что Вот эта вот Варварская ситуация Погружение варварства В нынешнее Военное варварство С одной стороны С другой стороны Мы говорим Чаще-чаще Слышим Что Россия Государственная цивилизация То есть тоже Такая вот вещь Какие признаки варварства Что такое варварство Варварство Отход от Человеческих ценностей От ценности жизни Скатывание В такой нигилизм ценностный Когда любые ценности Чего-либо Ценность добра Достоинства Свободы Отрицается И считается ничем Ну и царствует Сила Собственно говоря Принцип силы Принцип власти Какие-то вещи Делающие жизнь Комфортно В каких-то вот Первых ее проявлениях Они затмевают А вот это вот Все не так однозначно Это не оно? Ну когда ничего Ни на что нельзя опереться Ну а что значит? Ведь все не так однозначно Все равно же люди Опираются на что-то Все равно же люди Выбирают какую-то сторону Все равно они судят Все равно они выбирают Свой образ жизни Они выбирают Не замечать Это их право Я вне политики Это же выбор Ну что значит Вне политики? Мы знаем уже Что политика приходит Я даже тоже Вот когда На институт философии Были первые нападки Со стороны Царьграда Я тоже в одно время Говорила о том Что философия Не занимается Политика Это не идеология Не надо путать Не надо пытаться Сделать из философского Института Идеологический Для нормальных времен Действительно Очень важно это Но наступает момент Когда можно Не заниматься идеологией Я сейчас говорю Что философия и идеология Это разные вещи Но наступает момент Когда человек Все равно должен Для себя самого Озвучить позицию Политическую Что невозможно Зависнуть между Двумя стульями Невозможно Заниматься Философией Не стоя На какой-то Ценностной Позиции Можно Не заниматься Этой позицией Не заниматься Социальной Или политической Философией Но чем бы ты Не занимался Ты исходишь Из определенных Принципов Мироустройства И определенных целей То есть ты все-таки Ты должен выбрать Что ты считаешь Добром Да-да Ну и для жизни Обычно Ежедневно Необходимо Это выбрать Все равно Мы каждый раз Это выбираем Мы можем Менять свой выбор Несколько раз За жизнь Но без этого выбора Прожить жизнь Невозможно Вы верите Что вы вернетесь в Россию? Ну это не вопрос веры Я Действительно Скучаю По своей Москве По людям Которых Которых я там оставила Конечно мне проще Чтобы они приехали Сюда ко мне Пока Вот все эти Публикации На мой счет Все началось Чтобы меня признали Значит Наши Консерваторы Английским шпионом И вот теперь Когда там Требуют Распни И все такое Это не способствует Мому желанию Туда вернуться То есть кроме Иноагентства Вас еще Булят И преследуют Ну преследуют В публикациях В публикациях Да Это начиная С января Декабря 21-го года С нападок на институт Вот И с тех пор Ну там В разных Сочетаниях И в группе С другими И отдельно Вот это все есть Да Я думаю Что если власть поменяется Все эти люди Сразу замолчат И начнут Опираясь на факты И цитаты Доказывать Что они всегда верили В то Что лучший путь Именно теперь И что Они ничего против меня Не имели А наоборот Старались меня защитить Все это будет Все это придет Мы это знаем На примере Репрессии Которые были до Туго Окажется Много сторонников Все будут рассказывать Как они страдали И может Сыкнуть Кто-то страдал Я опять же Не хочу кого-то осуждать Я понимаю Что у каждого Свой путь Свои обстоятельства И я не думаю Что я Хотела бы работать С этими людьми Вернуться Поговорить И даже Может быть Прийти к какому-то Согласию Я бы хотела До смерти Но работать Плечо к плечу Я не уверена Блиц Итак Если кратко Зачем изучать философию? Для того Чтобы жизнь была полна Чтобы жизнь была интересна И чтобы в тяжелые минуты Было знать Кто может помочь Кто может помочь? Какая книжка может помочь? Какая книжка вам может помочь? О, миллион книжек По какому поводу В какой ситуации Это зависит У меня нет книжки Которую я перечитываю Как настольную книжку Каждый день Такой нету То есть книжки-талисмана нет? Нет, но есть по разному поводу Когда мне надо писать Какую-то статью Я обычно беру Сборник статей Георга Степановича Кнаба О Древнем Риме И перечитываю его Потому что Это структуризирует мышление Как-то все упорядочит Поток сознания Когда мне хочется Не знаю Куда-то улететь Мыслями В какое-то хорошее место То я беру книжку О государстве Мустанг Мишеля Писеля Это зависит Когда Я не знаю Ну пока Вот Монтень Например Есть во многих вариациях Тоже Хорошо перечитывать Когда есть время И хочется Как-то восстановить Порядок мыслей А книга Которую нужно прочитать Каждому Я думаю Чем больше книг прочитать Каждый прочитает Тем лучше Ну есть книги Которые я читала В юности Которые были для меня Важны Это Борхес Это Толстой Это Носок Дюремат Ну если не говорить О философских книгах Я очень люблю Чехова С кем из философов Прошлого Вы хотели бы встретиться И о чем поговорить Ну конечно Я бы хотела встретиться С Монтеньем И Ницше В первую очередь О чем поговорить О том что Что мы проживаем теперь Мне интересно было бы Услышать их реакцию На то что происходит сейчас Наверное Федотов Георгий Федотов Монтень И Ницше С тремя Хотя бы Для начала Три ваших любимых занятия Лежать на диване С книжкой Куда-то ехать на машине Долго Туда Где тебя ждут В результате Когда ты приезжаешь Все тебе рады Ну и Разговаривать С своими друзьями Если бы вы могли Изменить Одну вещь В мире Или в людях То что Ну я бы наверное Сделала так Чтобы нынешняя война Которая идет В России И Украине И в Израиле И Палестине Не случилось бы Не случилось бы 7 октября И не случилось бы 22 февраля А вы думаете Одной датой Можно было бы Этого изменить Ну это Вряд ли одной Но если бы можно было Что-то изменить В людях Что не привело бы К этим датам Я была бы рада Это сделать А что Что нужно было Изменить в людях Чтобы Ну наверное Человеческую природу Которая Все время скатывается Ко злу Отчасти Ну я не знаю Как-то искоренить Страсть к насилию Не знаю Жестокость насилия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok